Добрый вечер, дорогие наши зрительницы! Приветствую всех сегодня на нашем онлайн-мастер-классе, который проходит в рамках онлайн-конференции «Декупаж в преддверии весны. Секреты мастеров». Меня зовут Евгений, и я рад приветствовать вас этим зимним вечером. Дорогие наши зрители, прошу проставить чат пятерочки, если меня слышно, если меня видно. У нас будет очень интересный, насыщенный творческий вечер. Я хочу быть уверен в том, что трансляция идет самым наилучшим образом. Дорогие наши друзья, хочу напомнить о том, что в рамках нашей конференции новички обязательно освоят искусство декупажа, а те, кто же является подвинутыми мастерами, вы освоите новые техники, сможете работать в смежных техниках, и, конечно же, для вас работают самые лучшие наши мастера, мастера студии, руководители студии, преподаватели. Будут работать и те, кто вам поможет работать в декоре, составивать мебель, создавать новые шедевры декупажа, и благодаря им ваши руки смогут делать такие невероятно красивые вещи, которые вы сами назовете шедеврами. Итак, я смотрю в чат, вижу пятерочки. Валентина, спасибо. Анна, Нина, Людмила, спасибо. Светлана, сколько пятерочек. Спасибо большое, дорогие наши зрители. Также я сейчас перейду на демонстрацию экрана и расскажу немножко о нашем сайте, какие возможности он в себе таит. Итак, делюсь экраном. Как вы видите, наш сайт в жидко-адресу www.mastersecrets.ru slash decoupage slash February. Сегодня, напомню, 6 февраля, и сегодня 7 день нашего замечательного мероприятия, на котором вас ждет целая плеяда наших экспертов, которые готовят для вас все новые-новые мастер-классы, новые техники, новые незабываемые вещи, новые секреты, которые открывают именно для вас все на нашей конференции. Как видите, она началась 30 января, будет длиться по 25 февраля, и 9 марта для вас тоже будет, дорогие наши зрители, сюрприз. В общем, 4 недели сплошного творческого праздника, во время которого вы не будете не скучать ни минуты, это вы уже поняли, я думаю. Если вдруг так получилось, что вы пропустили какой-то из указанных мастер-классов, а как вы видите, в нашем расписании очень удобно ориентироваться, когда какой мастер выступает, вы можете кликнуть на данную ссылочку, и, конечно же, посмотреть сам мастер-класс, если вдруг у вас не пришла ссылка на электронную почту, что бывает очень и очень редко, но все же бывает. И если вы вдруг пропускаете мастер-классы по какой-либо причине, не волнуйтесь, вы можете перейти по ссылке на чат, нажать на кнопочку «Все записи конференции декупаж преддверий весны», и, как вы видите, раньше комплект стоил 1490 рублей, то сегодня вы экономите и 400 рублей, и всего за символическую сумму 1090 рублей вы можете получить записи всех мастер-классов, которые будут проходить целых 4 недели. Самые талантливые мастера проводят для вас их, и вы также получаете доступ к закрытому мастер-классу Фердаус-Баталовой под названием «Как сделать купюрницу для Александра, защитника людей». Отдельно на записи на ее закрытый мастер-класс составляет 500 рублей, но если вы приобретаете весь комплект, то, пожалуйста, вы попадаете и на данный мастер-класс, так что не волнуйтесь. Чтобы сделать заказ и в любое удобное время повторить вместе с мастером те секреты, которые он открывает, шедевры вместе с ним, в удобное время, в удобной последовательности, поставить на паузу, выбрать для этого нужный час и день, пожалуйста, нажмите на кнопочку «Купить за 1090 рублей» и оформите вот такую форму оформления заказа. Во-первых, в ней введите имя, затем ваш email, во второй строчке, пожалуйста, и, конечно же, ваш номер телефона. Через плюс код страны и код мобильного оператора, ваш номер непосредственно затем укажите. Дорогие зрители, меня часто спрашивают, зачем же указывать здесь номер телефона, я отвечаю, если у вас возникнут какие-то затруднения с заказом, с оплатой наши менеджеры свяжутся с вами и по телефону быстро все вопросы будут решены. Не волнуйтесь, только для этой цели вы телефон здесь и указываете для того, чтобы сервис вам сделать максимально комфортный. Итак, нажмите на кнопочку «Подтвердить заказ», перейти на страницу оплаты, на которой вы увидите итоговую сумму, итоговое количество баллов, которые вы накопили при заказе, оно указывается вот здесь. И вы можете воспользоваться видеоинструкцией по оплате банковской карты сервисом PayPal. Они расположены над способом оплаты. Достаточно кликнуть левой клавишей мышки или, как еще называют ее, LKM, кнопка мыши, и посмотреть инструкцию. И выбирайте способ оплаты. Сервис PayPal, единый кошелек, пластиковая карта, Сбербанк онлайн, Евросеть, Яндекс.Деньги и банковский перевод. Для того, чтобы использовать любой из способов оплаты, достаточно кликнуть той же левой клавишей мыши. И вы увидите меню, в котором вы можете выбрать способы оплаты, которые для вас привычны. И если вы выберете карты банков России и СНГ, вы не ошибетесь, потому что это очень удобно. Достаточно в верхней строчке указать номер карты, затем имя держателя карты на латинице. Я укажу это очень быстро, как видите, на ваших экранах. Укажите срок действия карты, например, декабрь 2021 года, и треузначный СНГ-код. Электронная почта. Внизу эта строка необходима для того, чтобы вам пришла ссылочка в оплате, ваш отчет, что все в порядке. Возьмете на кнопочку «Далее» и ждете ссылок на вашу электронную почту. Я возвращаюсь в эфир и смотрю... Так, смотрю, добрый вечер, добрый вечер. Смотрю пятерочек. Спасибо большое, дорогие наши зрительницы, дорогие наши мастерицы, что сегодняшний зимний вечер вы проводите именно в нашей теплой и уютной компании. Собрались, я вижу, из разных стран мира, из разных уголков. Спасибо большое, что сегодня вы с нами. Я напомню о том, что в нашем чате есть правила, вы их знаете. Вы можете задавать вопросы нашим мастерам, помогать друг другу. Вы можете также отвечать на вопросы, которые мастер задает. И, конечно же, создавать общую атмосферу. Я смотрю, был позитив, царил всю прошлую неделю. Запрещено рекламировать товары, услуги и скидывать ссылочки в чат, которые рекламируют различные сайты, и вступать в публичные ссоры. Но публичные ссоры – это точно уж не про наш коллектив. Я смотрю, собралось сколько? Практически 400 человек, 360 человек у нас сейчас, дорогие наши зрительницы. И все пришли за новыми эмоциями, позитивом и, конечно же, секретиками, которые для нас раскроет Елена Якимова. Елена является мастером студии «Серебряный лебедь». Очень замечательная студия. Занимается декупажем уже около трех лет. И с творчеством связана вся ее жизнь, как вы понимаете. Очень нравится Елене соединять различные направления между собой. Но Елена всегда знает, что главное в творчестве – это чувство меры и чувство самого творчества. Елена, рада вас видеть этим вечером. Я передаю вам слова. Мы в эфире. Мы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. А мы тут пока слушали Евгения, немножечко поболтали с Наташей. Зовут меня Якимова Елена. Я рада вас всех приветствовать. Я хочу увидеть, есть ли у нас связь. Смотрю не туда немножко. У нас в другом месте сегодня стоит камера. Я хочу увидеть, есть ли связь. Давайте напишите нам, пожалуйста, свои города. Не будем ставить ни пятерочки, ни плюсики. Города пишите. Сразу заодно посмотрим нашу географию. Со мной сегодня Наташа Ерохина, как обычно. Что? Давайте пару слов про себя, наверное. Да, Евгений, в принципе, меня представил. Спасибо большое. Но немножечко нам же нужно, наверное, все-таки рассказать. Зовут меня Елена, фамилия моя Якимова. Живу я в городе Ставрополь. Работаю в студии «Серебряный лебедь», которая находится в Ростове-на-Дону. Приезжаю сюда вести для вас вебинары. Являюсь профессиональным фотографом, дизайнером, ну и декоратором. Думаю, что много полезного вы можете с меня получить. Давай почитаем, какие у нас есть. Гарьков, Москва, Германия, Барнаул, Украина, Тула, Челябинск. Девчонки, привет! Москва, Псков, Архангельск. Девчонки, Одесса, привет! Очень здорово, очень здорово. Очень большая география у нас сегодня. Давайте будем сразу переходить к делу. Мы сейчас чуть-чуть спустим камеру, и я расскажу о том, что мы, собственно, сегодня делаем. Так, вот это не показывай пока что. Не показывай, не показывай, ты что? У нас был вебинар, где мы показывали заготовку, подставку для планшета. Она была такая большая, и выглядела она приблизительно вот так. Эта подставка у нас служит для того, чтобы на нее ставить телефон или планшет. Вот таким образом. Она очень удобная, и все, кто их потом приобретал, обрабатывал, декорировал, присылал мне фотографии, они все оценили, потому что, ну, эта вещь действительно очень удобная. Очень удобная. В чем была у нас... На вебинаре мы рассказывали про вживление, и все работы, которые присылают, они все, ну, просто с картинками, да? И девчонки спрашивают, как же можно разнообразить декор этой заготовки, что нового можно придумать для того, чтобы ее задекорировать. Поэтому сегодня я взяла заготовочку поменьше, чтобы мы успели с вами, ну, больше вариантов рассмотреть. И у нас была небольшая игра. У нас было выложено ВКонтакте голосование. Сейчас я зайду, сразу посмотрю его результаты. Я предложила несколько поверхностей и предложила вам проголосовать за ту, которая вам больше нравится, да, чтобы мы ее показали на вебинаре. Вот так это все выглядело у нас. Вот так. И сейчас у нас в голосовании 28,8% побеждает вот эта поверхность. О, мне она тоже нравится. Классная. Очень крутая. Давай поближе вот так вот. Вау, какая. Она немножко не такая зеленая. Она не такая зеленая, как у нас сейчас на камере, но она крутая. Реально крутая. Вот такая. И у нас есть претенденты на второе и на третье место. Это вот эта подставка и вот эта подставка. Так, все, убираем голосование. И что я хочу вам предложить? Я хочу сейчас в прямом эфире попросить вас проголосовать еще за одну. То есть мы две с вами точно успеем сегодня сделать. Об остальных вариантах я расскажу уже на словах. Те, кто голосовал за другие варианты, вы все равно узнаете, как они сделались. Это не останется ни в какой тайне. Поэтому давайте мы обозначим. Вот давайте сейчас покажем. Вот это первая. Вот это имитация досок фактурная. Вот так она выглядит. Первая доска. И вторая вот такая. Вот она блестящая. То есть она на основе металликов сделана. Блестящая, рельефная, фактурная. Вот такая подставка. Здесь у меня задекорированы вот так вот. Недоделочки такие. Ну, это просто я бы спешила сделать больше вариантов для вас. В любом случае, как бы это все декорируется. И в конечном итоге вот так вот это все ставится. Почему предложила такие разные варианты? Потому что... Подождите, вы там уже голосуете? Да, да. Я тоже за двоечку. Вот это двоечка. Это единичка, да? Да, вот это двоечка. Я тоже за двоечку, потому что это интересное. Единичка не очень интересная. Ну, давай. Пока голосует еще немножко, да? Да. Я предлагала это все вообще, для чего все это началось. 8 марта скоро и 23 февраля. У нас вот эти подставки для планшетов, огромное количество людей подарили их на Новый год. Мы смеялись, что вся Россия, наверное, получила такие подарки. И мне присылали потрясающие фотографии, где вся семья, дружина, стоит с этими подставками. Ну, вещь реально очень удобная. И в качестве подарков на 23, на 8, да, мы их предлагаем. И поэтому вот эти варианты различной обработки, они будут, ну, в тему будут как раз вот к этим праздникам. Так, давайте. Кто-то за двоечки. Двоечек много. Единичек примерно столько же, но меньше. Потому что вот... О, троечки, троечки пошли. Троечки за что? Даша. Троечка – это отдельно бесспорный. Это как бы первый претендент. Он победил в голосовании дерево. Вот Мила говорит, ну нет, дерево неинтересно. Я больше за двоечку. И думаю, меня поддерживает большинство. Вот считай, раз, два, три, 50 уже человек. Двоечка. Ничего не знаю? Двоечка. Наташа тянет одеяло на себя, поэтому... Ну смотри, сколько меня поддерживает. И Таня меня поддерживает, и Света, все, все, все. Все девчонки мои здесь. Мы поговорим об остальных в промежутках, там, когда будет сохнуть, или в конце, да, мы, я расскажу. То есть их у нас на самом деле, как бы кто не видел голосование... Да, кто не видел голосование, то тут вариантов, ой-ой-ой. Да, и мы, я расскажу на словах о том, как это все делалось. Поэтому вы можете положить рядом блокнотик и записать, да, ход действий. Ну а мы с вами будем заниматься вот этими двумя вариантами сегодня. Давай, согласна. Я согласна. Начнем вот с этого. Хотя мне вот этот вариант, Лена сказала, что за него вообще никто не голосовал. Девчонки, ну посмотрите, какой классный вариант. Прям какой-то, я не знаю, какой-то заснеженный, зимний, такой классный. Мне нравится. Мне даже жалко, обидно за эту дощечку, что за нее никто не проголосовал. Ну не так уж прям никто, но меньше, чем за остальные. Так, сейчас мы начинаем с вами вот с этой подставочки. Вот с этой поверхности. В данном случае у нас очень высокий рельеф, да. И, наверное, многие догадываются уже, зная меня, что делать мы его будем, естественно, шпатлевкой. Ах, ну естественно, это же главный инструмент декоратора. Да. Естественно. Шпатлевочка по дереву. У меня фирмы Текс. Я, собственно, советую ее покупать, ну ее, либо в ИГТ. Я знаю, что хорошая. Я как-то взяла одну фирму, я не могу ее сказать, не очень помню название, но текстура была неприятная для работы. Поэтому я думаю, что если берете, то берите проверенный вариант. Текс отлично подойдет. Можно, конечно, взять текстурную пасту, Таир или любую. Ну это такое дорогое. Ну это да, то есть это неоправданное такое, неоправданно дорого. Поэтому я думаю, что шпатлевки будет достаточно. Смотрите, самый главный момент в ставке рельефом, это вот эта вот область, которую нужно оставить без рельефа. Вот это, вот это полосочки. Потому что, я думаю, что в этом и была загвоздка у тех людей, которые не делали как бы это все рельефное. А, вон она, она же собирается, да, получается. Да, это важный момент. Вот здесь вот, чтобы все это ходило свободно. И все. Здесь может быть тоненький слой шпатлевки, либо краски, но вы проверяете периодически, то есть обе половинки сразу делаете и проверяете. Мы будем делать одну, естественно, боковинку сегодня, чтобы мы успели все показать. И, что касается, а, здесь есть, кстати, обратная сторона, представляете? Вот так она выглядит. Вот, кстати, видно, что, вот смотрите, видите, не обработано, да? То есть вот здесь большой декор, а вот здесь полоса не обработана. И вот здесь, видите, это то, что вот Лена сейчас проговорила. Вот на самом деле, вот это вторая ее половинка. И вот они, смотрите, несмотря на то, что они очень рельефные, да, очень толстенькие, они спокойно работают. Ой, какой бы, я бы себе такую с удовольствием бы заняла. Очень классно. Я бы на нее просто любовалась, понимаешь? Арт-объект. Вот, поэтому вот это самое важное. В остальном можно делать, что хочешь. И знаешь, что я заметила? Давайте сейчас нанесем фон, чтобы он немножко просох, и я скажу, что я так его заметила. Мне больше всего нравятся вот эти вот, вот эта вот штука. Что это такое? Как это сделать? Это будет супер вообще. Вот видите, вот эти ячейки, вот очень важно, как она их сделает. Мы сейчас проследим. Давай. Так, я беру мастихин. У меня вот сейчас я тут нашла два. На самом деле дома у меня их очень много, всяких разных. Но нам подойдет сейчас для создания фона тот, который побольше. Вот Валентина задает вопрос, а где взять вот эти заготовки, планшеты? По заготовкам их делает муж мой любимый, дорогой. И вы можете писать мне сообщения личные, и я уже там вас координирую. Муж должен меня смотреть. Муж, пожалуйста, напиши что-нибудь с моей страницы, чтобы люди могли меня легко найти. Так, значит, нам нужна такая невысокая, несложная фактура, которая у нас будет на фоне располагаться. Поэтому мы берем и делаем что-то такое вот. Сейчас можно вот здесь вот намазать, потом очистить эту область, понимаете? Чтобы у вас движение руки не останавливалось как-то нелепо, да, а чтобы оно было таким плавным. Скажи, пожалуйста, тебе вот этот текст нравится? Да. Мне тоже очень нравится. Я ей работала лучше всех, хотя другие говорят там VGT, там еще какие-то. Ну вот VGT я один раз как-то покупала, ну ничего, нормально. Ну вот один раз я взяла, говорю, какую-то не очень известную фирму, и она такая, ты знаешь... Скользкая какая-то, да. Она скользит, она не цепляет как-то вот, да. Вот смотрите, что я делаю, да. То есть я такими хаотичными достаточно движениями ее сначала распределяю, вот здесь вот так делаю, чтобы у меня отсюда была область такая. Так. И теперь я вот таким вот образом, как бы в некоторых местах, не во всех, поднимаю вот эти вот иголочки. Давай покажем. О, вот так. Вот, то есть вот такими вот движениями. Немножечко сейчас это все полежит, буквально полминутки. И потом я легким движением мастихина, вот так в разные стороны, эти пипочки утяну, как бы. Они немножко пригладятся, и за счет этого получится такая вот пористая фактура. Очень важный вопрос Светлана задает. Она говорит, а заготовки-то грунтовали или нет? Вот эти вот заготовки я не грунтовала, никак их не обрабатывала. Почему? Потому что шпатлевка у нас идет по дереву, и с деревом она сцепляется замечательно. Никакая грунтовка ей не нужна. Если любите подстраховываться, можете, собственно, погрунтовать. Но мне кажется, что грунт такой типа санетовского или таировского, художественный грунт, он будет только мешать на самом деле, потому что он будет мешать сцеплению материалов. Так, вот чуть-чуть она полежала, я вытираю мастихин. И чистым мастихином, так, сейчас найду ракурс. Да, давай так, чтобы, ага. Легкими движениями, не прижимая его, делаю. Так, подожди поближе, сейчас покажу. Давай, так, сейчас еще надо повернуть как-то. Вот так, против света. Вот так. Да. Вот, видите, то есть эти бугорочки, они размазываются как бы, да, но не до конца, и получается за счет этого вот такая вот, користость. Юлия Кимова в чате появилась. Вот, это муж. Мужа смотрит. Муж мой. Вот, смотрите, теперь нам нужно закрыть обязательно вот эти вот бортики. Почему? Потому что, когда мы делаем какую-то имитацию, да, либо какую-то фантазийную поверхность, для того, чтобы мы не было нигде видно, что это фанера, мы закрываем все возможные такие места, которые, ну, могут выдать как бы материал. Поэтому я вот таким образом вытираю как бы бортики и немножечко размазываю. Мы, естественно, потом еще с вами пошкурим. Это очень, кстати, важный момент. Я вот, ты начала говорить, что на бочках тоже. Я такая думаю, а зачем? А вот ты как раз сразу и ответила. Да, на самом деле это один из таких моментов, который, как это правильно сказать, который отличает профессионала от любителя, так скажем, да. То есть вот это внимание к деталям. Когда ты берешь работу и кажется, что она металлическая, например, да, а потом поворачиваешь ее и видишь полосочки, характерные для фанеры. Что касается размера заготовки, сейчас Наташа померит, она пошла за линейкой. И сейчас посмотрим, скажем. Я так не помню, если честно, навскидку. Вот, то есть мы вот таким вот образом закрываем это все. Потом мы пошкурим, и краешек станет у нас таким вот гладеньким. Гладеньким не будет нигде видно, что это фанерка. Я обратную сторону декорировать не буду. Просто потому, что это уйдет очень много времени на просушку материала. Вот. А просто я ее как бы сейчас вот до бортиков задекорирую. Вот эти вот наплывы. Вот так видно. Вот наплыв, видите, он получился, когда мы бортик делали. Мы их тоже как-нибудь сюда заглаживаем. Так, Наташа, принесла линейку? Нет, линейка, вон она у нас в синем сундучке. Так, секунду. Вопрос задает, что мы делаем. Мы делаем вот такую вот имитацию. Вот сантиметр. Давай замерим на просе размер. Вот размер у нас ее 15 на 8. Кто спрашивал, 15 на 8. Это не принципиально. Ой, я понесла из камеры. Это не принципиально, потому что есть у нас, допустим, заготовки, которые под планшет. Они, у них размер больше. То есть здесь ни размер, ни высота прорези, ни угол наклона. Здесь ничего как бы не имеет значения, поэтому... Так, вот, замазала все бортики. Вот так. Вот здесь не буду мазать. Здесь, когда буду окрашивать, оно, в принципе, будет достаточно, закроется. Теперь, что касается вот этого вот момента. Вот так я ставлю мастихин приблизительно, да, на уровне. И вот отсюда убираю. О, это хорошее мастихин у тебя. Да. Брюнчик. Хороший. Вот, обратненький. И все. То есть вот эта область у меня останется чистой, и за счет этого будет хорошо... Хорошо у нас все входить и выходить. Вторая сторона очень красивая. Хотелось бы увидеть, как ее делали. Оксана, ее делали точно так же, как и первую. На первой больше моментов, да. То есть вторая сторона, вот эта, она делается так же, как и первая, только здесь как бы, ну, больше фантазийности, да. То есть по толще слой накладывается. Сюда наклон, сюда наклон, да. То есть видно, что мастихин так двигался, так тут кругами, то есть просто фантазийно. А вот эта сторона здесь посложнее все, поэтому мы ее и рассматриваем. Она интересная, вот эта. Так, вот это мы оставляем сушиться немножко. Сейчас она подсохнет, пока мы будем другой работой заниматься, и после этого мы уже ее будем... Не сушим. Нет, не сушим феном, пускай она сохнет так сама. Вообще, шпатлевку феном сушить не рекомендуется. По крайней мере, знаете, как досушивать можно, когда она уже там часик полежала, ее можно досушить. А так вот не надо как бы. Ну, давай уже читаем стихотворение. Ага, Яна нам прислала стихотворение. О, прекрасная Елена, в плен умы берешь мгновенно, зажигаешь всех огнем, факел в имени твоем. Все вокруг тебя искрится, ты готова поделиться ярким светом и теплом, сколько в сердце есть твоем. Молодец, Татьяна, молодец! Я покраснела, Татьяна. Спасибо большое. Я так вообще, вообще очень люблю покраснеть. Но сейчас прям все, я зарделась, я не знаю, как переключать камеру на меня. Пожалуйста, тарелочку. Я... Круче, чем лисичка. Спасибо. Ты смотри, даже имя перевели. Ой, с ума сойти. Классно. Этот код заменил зайца на лошилку. Это не кот. Это лисичка на самом деле. На самом деле это лисичка. Мы поговорим о ней чуть позже. Вот так она выглядит. На самом деле заяц тоже рядом, он висит на стеллаже. Так, вот Наташа мне дала тарелочку. Мы с вами начинаем работу над второй заготовкой. Татьяна, ну будет видно лицо чуть попозже, когда вебинар будет подходить к концу. Я думаю, что навряд ли я от такого стихотворения отойду к тому времени. Вот эту берем заготовку. Здесь у нас в качестве основы кладется золотой металлик. Может быть золотой, может быть серебряный, может быть бронзовый. Но бронзовый темноватый. А вот если бронзу смешать с золотом, получится хороший красивый цвет. Так, давайте мы... Я возьму золотой. У меня это плейт. Плейт. Просто золото? Просто золото. Просто золото. Плейт и золото. Так вот рисунок, Ленечка. Так как краска акриловая, я не буду, опять же, грунтовать. Да. Ну, акриловая краска на дерево накладывается прекрасно, как бы сцепляется с ним очень хорошо. Можно прогрунтовать, если хотите. Ну, у нас там рисунок будет, наверное. И у нас тут даже вот здесь где-то есть такие какие-то фантазийные линии. Ну, да, в принципе, мы можем и этот рисунок оставить. Если, опять же, если вот эта поверхность у вас несет какую-то имитационную такую направление, то есть она планируется, что не видно, что это фанера, то вы обрабатываете ее также шпатлевочкой, тоненьким слоем, либо шпатлевкой, разведенной с водой. Вы промазываете, она подсыхает, вы ее шкурите, и у вас получается вот на самом деле вот это обработано. А давай вот с этой стороны делаем. Нет? Давай. Давай, Ляня, она с тобой загрунтована. Тогда мне надо рассказать, как я грунтовала. Да. Я беру шпатлевку. Шпатлевкой грунтую? Да. Ух ты. Вот эти места, когда мне надо скрыть фактуру именно древесины, я грунтую шпатлевкой. Я развожу ее с водой приблизительно один к одному. И прям вот такой вот щетинистой кистью. Классно. Она прям идеальна. Да. Вообще супер получается. Супер просто. Щетинистой кистью, либо мастихином. Опять же, я вот так вот ее наношу. Она достаточно быстро сохнет. Вода немножечко впитывается в фанеру. Она быстро сохнет. И после этого я ее шкурю со всех сторон. Она становится идеально гладкая. И вот этой фактуры фанеры нигде не видно. Ну, кроме вот этого места, которое я не обработала. Вот, все. После того, как вышкурили, с ней можно дальше работать совершенно спокойно. Единственное, что шпатлевка материал пористый, впитывает она очень сильно. И, соответственно, когда наносите первый слой краски, ну, может его уйти чуть побольше. Вот. Ну, а дальше все работает так же замечательно. Давайте мы тогда будем делать на этой стороне. Я беру краску. Привет всем, девчонки, напишутся. Из Краснодарского края. Череповец, Украина, Башкирия. Девчонки, всем привет! Так, синтетической кистью. Все просто, как обычно. И разносим. Можно в данном случае использовать поталь, например. Если есть желание с поталью поработать, да. Мне достаточно, в принципе, металлика очень получается такой деликатный эффект. То есть она блестит, но, ну, как бы не горит, да. То есть так, когда ее поворачиваешь, она такая блестященькая. Вот нам Настя Трубачева написала. Кажется, я тут самая младшая, мне 12. Настенька, какая ты молодец! Какая ты умница, что ты сидишь с нами и занимаешься. Я не знаю, с кем ты сравнивала себя. Я сравнивала с одним из прошлых вебинаров, когда мы выясняли, кто самый старший. Я, Настя, когда мне было 12 лет, я ходила, как это называется, место, где дети все занимаются чем-то? Дворец культуры, да, что-то, дом творчества, что-то такое. Вот, дом творчества называлась. Дом пионеров. Ну, как бы я. Я не настолько уж прям пионеров я не застала. Елена спрашивает, на обратной стороне под краской шпатлевка тоже есть? На обратной стороне под краской. Есть, вот здесь есть. Да, шпатлевка есть, да. Но видите, оно как бы идеально грунтуется, получается, шпатлевкой. Оно гладкое становится. То есть тут уже, как ни крути, а дерево не найдешь. Не увидишь, что это деревянная заготовка. Подожди, я же рассказывала, между прочим, историю. Да, даже за тебя перебили, извини. Да-да, слушаем, дом пионеров и что там. Да, в дом пионеров я ходила и занималась я там машинной вышивкой. Я вышивала на машинке и бисероплетением. Ну, так у тебя с 12 лет уже вот эта тяга была все-таки творить, творить, творить. Поэтому, Настя, верной дорогой идете, товарищи. Так, кисточку в воду. Все сушим? Сушим. Ну, можно, нет. Нет, у нас сейчас. Ну, в принципе, нет. Давайте чуть-чуть посушим. Две минуточки. Мы посушим сейчас вот эту штуку, чтобы нам дальше с ней работать. А металлик переводопнется. Ага, хорошо, отлично. И вот эту вот сушим. А эту? Пусть пока лежит. А, ну, ее рядом. Почему? Ее тоже надо сушить. Давай. Раз, перебежим. Подбегай. Так, есть какие-нибудь, может быть, вопросы по этим этапам задавайте? Пока сушим, вопросы ждем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, высохла немножко влажная еще, но не страшно. Мы уже сможем следующий слой нанести, потому что, естественно, у меня есть готовая уже просушенная, которую мы потом возьмем. Ирина, мы тут прочитали ваш вопрос, мы, если честно, не знаем, почему такое может происходить, только если, наверное, какая-то некачественная краска может быть, я не знаю. Ну, я когда крашу, у меня руки какие угодно, но потом они отмываются все нормально. Так, теперь мне нужно образец, чтобы я не создала что-то другое сейчас. Вот здесь теперь на вот эту фактуру нам нужно нанести еще слои. Шпатлевка по дереву прекрасно сцепляется между собой, то есть ничего не отвалится, она сцепляется намертво. Ну, мы можем с вами сейчас нанести вот эту полосу. Я, правда, забыла вставлю по литракуре. Вот эту, вот эту же, да? Ну, ладно, это не страшно. Ну, давай другим тракуретам, чего у нас нету. Ну, да, сейчас попробуем. Есть что-нибудь, найдем. Вот эту штуку мы сейчас тоже нанесем. То есть здесь, смотрите, ну, у меня здесь задумка, да, как бы, что вот эта полоса, она, это такая технологическая должна была быть подставка, которая можно подарить мужчине. То есть она такая вот вся брутальная, да, она такая какая-то, ну, жесткая такая, так скажем. И вот этот вот круг, он как бы выглядывает из-за вот этой полосы такой, которая похожа на металл рифленый какой-то, да, вот. И здесь такие всякие наплывы. Что там? Ирина говорит, у меня красит после сушки золотая краска. То есть высушил золотую краску, да, а она все равно берешь и она красит. Это плохого качества просто краска, Ирина, выкиньте ее. Она у вас или перемерзла, или наоборот срок годности вышла, или еще что-то. Это просто качество краски. Да, 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 поэтому нужно новую краску купить. Так, поэтому мы сейчас с вами сначала делаем вот это, то, что очень нравится Наташе, а потом делаем вот эту полосу. Давай. Сейчас я соображу. Вспомню этот. А, нет, наоборот, наоборот, полосу сначала делаем. Так, чтобы сделать полосу, нам нужна линейка. Линейка, которую мы будем использовать в качестве трафарета. То есть, соответственно, мы просто ее прикладываем вот так, отступая какое-то произвольное количество. Где ты делала линейку? Я искала сантиметр. Ты не сильно хотела ее. Вот таким образом прикладываем, и мастихином просто наносим шпаклевку. Еще раз, да? Еще раз сверху просто, как бы вторым слоем. Интересно. Марина нам пишет. Днем занималась декорированием коробочки, все бросила, прибежала на вебинар. И, о чудо, та же техника. Прямо в тему. Мы на одной волне, Марина. Это точно хорошо. Это точно. Так, вот так вот, надеюсь, меня видно. Я накладываю по высоте линейки примерно. И потом вот так вот об бортике вытираю мастихин, чтобы бортик остался у меня, ну, так, относительно чистым. Чтобы вот эта линия все-таки была как какая-то металлическая линия, а не как наплыв. Вот так вот снимаю лишнее. И поднимаю вверх линейку. Вот таким образом. Вот, пожалуйста. Возомер видите, какой он у меня ровный? Да, ну, геометрия не мой конек. Вот, и вот эти теперь наплывы мы разглаживаем. Таким вот образом. Так, теперь нас интересует вот этот круг. Да, интересует. Круг. Сейчас покажу. А здесь уже в ход пошли у нас дополнительные материалы. Покупала я во всеми любимом магазине вот такую вот салфетку. Она была большая. Она сделана, я не знаю, из какого-то... Да, из какого-то резина. Болимер какой-то. Да, она как резиновая такая вот, толстенькая. Вот такая она была из листьев. И я решила, вот это вот я вырежу здесь кругляшок, сюда его приделаю, и получу интересную фактуру. Так, ножницы. И Наташа должна была принести мне ножницы для этого дела. Сейчас, сейчас несу ножницы. Вот, они бывают разные. На самом деле я купила, не знаю зачем, она у меня лежала-лежала, очень долго и не особенно как-то придумывалась, а здесь вот случайно придумалась, собственно. Поэтому вот такая вот штуковина, если вы ее увидите где-то, то можете приобрести. Ну, пригодится, пригодится. На самом деле такая интересная фактура. Наталья Ханты-Мансийский автономный округ, привет. Привет. Так, вот. Очень легко режется ножничками. Вообще здесь вы можете себе схему какую-то нарисовать карандашом. И ей следует, да, я вот карандаш не взяла, схему не нарисовала, но у меня есть подсказка, поэтому я смогу на нее ориентироваться. Естественно, здесь нам нужно создать, ну, чуть больше, чем полукруг, да, то есть вот по этой линии, вот у меня ровный надрез. Таким вот образом. Ой, какая красивая штука. Можно прям много ее положить. Вот. И можно ее... Много хочешь? Да. Наташа хочет много. Она красивая. Хорошо. Давайте так. Если мы ставим сейчас единички, то мы делаем вот точно такую же работу. Если двоечки, то мы создаем с вами что-то новое. Давайте тогда будем голосовать, раз Наташа хочет больше. Тогда мы оставим больше и добавим что-то свое. Единичка больше, двоечка, вариант, вариант, который уже у нас есть. Да, но... Он красивый, он безусловный. Дело в том, что красить, красить мы все равно будем вот это. Тогда мы можем... У меня валяется такая, так Лиза говорит, отлично, вот как раз вы ее сегодня задекорируете. Так, двоечка пошла. А, салфетка. Да, все тоже покупали салфетку. Все хотят двоечку, все хотят, все придерживаются. Лена, беспокоятся за тебя, за стандарт. Нет, вообще на самом деле я сказала, что двоечка – это импровизация, а ты потом сказала наоборот. Так, подожди, подожди, да? Двоечка – это импровизация, да? Так. Теперь я не знаю, что мы будем делать, мы всех запутали. Давайте так, давайте, я тогда возьму управление на себя, раз такое дело. Мы сделаем с вами другую сейчас, вариации, да, чтобы вы увидели больше. А красить мы будем такую же, потому что это у нас будет не высохшее. Все написали двоечки, Лена, что ты заговорила о двоечке? Все за двоечку, то есть импровизацию, да? Ну, в общем, да, по-моему, да. Ладно. Будем делать так. Оставим, вот смотрите, здесь вот идет очень классная волна. Мы ее оставим, она как бы завершает рисунок, да? Здесь мы отрежем вот таким вот образом, чтобы здесь у нас не было впритык. Вы понимаете, да, что это такая достаточно толстая фактура, которую сложновато будет вот здесь скрыть. И не дай бог она когда-то оттопырится, вот, поэтому лучше подрезать немного и потом добавить шпатлевочки, да, утопить. Поэтому мы немного отрезаем. Это важный такой нюансик, то есть она не должна быть до краев. Ну да, лучше не надо. Она мне очень нравится, красивая такая шпатлевка. Вот так у нас с вами получается. Да, вот когда так делаете, не залазьте во что-то свежее. Вот таким образом. И для того, чтобы вы увидели все вот эти вот моменты, да, мы с вами сделаем вот такую вот фактуру. Здесь вот по верху мы ее сделаем сейчас полосой. А сюда уже продолжим что-то другое. Такими наплывами. Собственно, на самом деле все очень просто. Дело только в том, как вы будете вводить мастихином. Чтобы нам приклеить вот эту фактуру, мы наносим шпатлевку. Хаотично. Прямо просто тонким таким слоем наносим под вот эту вот шпатлевку. Ну все импровизация новая написали. Все, мы поняли, девчонки, импровизация, конечно. Я думала, они за тебя беспокоятся, говорят, иди по стандарту, по шаблону, Лена, ты подготовилась. Не волнуйся. Не волнуйся, иди там, где у тебя все ясно и спокойно. Я вижу, что в чате знакомые лица очень много. Я думаю, что они знают, что Лену не испугать ничем. Так, и теперь мы прикладываем ее. И прям вот так вот ее придавливаем. Придавливаем. Давай поближе. Давай поближе. Вот так покажем, что у нас тут происходит. Мастихинчиком просто придавливаем. Вот так вот. Она утопает в шпатлевке, но здесь нужно, чтобы шпатлевки было не сильно много, да, потому что иначе она поднимется и спрячет фактуру. То есть нам нужно, чтобы вот эти ямочки остались. Вот здесь вот у меня многовато шпатлевки. Я ее прямо так мастихинчиком уберу. Вот. И фактура должна вот эта красивая у нас остаться. Если, соответственно, брать... Так, сейчас я посмотрю, у меня здесь должно быть. Да. Если брать вот эту мелкую сеточку, все то же самое. От нее будет вот такой эффект. Вот она. Красивая. Мне нравится. А я думаю, как ты это сделала? Вот такие... Плашевство. Какая ты хитренькая. Плашевство. Я думаю, что ж она там прикрылила. А вот здесь, а вот здесь, Ленка, скажи. Вот здесь. О, а здесь мы давайте-ка сделаем конкурс. Что вот здесь? А вот сейчас будем угадывать. Угадываем. Конечно. У меня же есть подарок просто. Подарок же у меня есть. Я покажу. Во-первых, что касается 23 февраля, 8 марта, да, я подготовила макеты для вас, которые вы можете использовать на подставках. Они должны быть где-то над чатом. Да. Они доступны только для тех людей, которые присутствуют онлайн. А что касается подарка ощутимого, материального, то у меня есть вот такая подставочка. Вот такая вот. И я хочу ее кому-нибудь подарить. Не держится в руках у меня. И пока Наташа Ерохина не задала ее себе, давайте придумаем. Пока это не случилось, а то она мне тоже очень нравится. Такая, прям мои любимые цветы. Да. Давайте тогда мы отгадаем, что вот это за элемент и как сделано, собственно, вот это вот белое напыление. Значит, Антонина филигрань говорит. Да. Слушаем еще варианты. Слушайте, два слова. Первое – элемент. Второе – техника, в которой сделано напыление. Техника именно. А, ты имеешь в виду вот это вот, вот это окрашивание. А, окрашивание, техника окрашивания. Итак, слушаем. Кому достается, итак, ду-ду-ду-ду-ду, кому достается подарок от Лены и кимовая. Мила говорит, мне. Мила, это одно слово, два. Так, Анна, трафареты. Так, давай, держим, держим. Итак, вот это что? Вот здесь использовалось что это? И какая техника окрашивания? Вот, собственно, Антонина. А, Антонина Баракова. Извините, если неправильно, филигрань, сухая кисть. Антонина, ура, отправляется вам. Вы в Россию, Антонина, напишите срочно, потому что если не в России, будем играть дальше. Хорошо. Напишите нам, в России или вы, а я сейчас покажу, пока что... Отправляется вот такие вот нарциссы. Антонина, наверное, любит нарциссы, я так понимаю. Сухая кисть. Но девчонки почти угадали. Филигрань, сухая кисть, Валентина тоже угадала. Так, 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 пластиковая салфетка, сухая кисть. Но тут все девчонки, все девчонки тут вообще такие гуру-гуру прям чувствуются. Посмотрите. Все знают, как это... Поэтому так мало людей голосовали за этот вариант, видишь. У меня есть такая филигрань, как Красноярск, ура, Антонина. Ну что, в Красноярск, ура, полетела, полетела, ура, все, улетела. Хотела показать филигрань, на самом деле привезла чисто не декорировала. Ну, не знаю, где исчезла, непонятно. Ну, все, Антонина, у Антонина такая филигрань есть, значит... Хорошо, замечательно. Так, Таня писала, что нет баннера. Таня, ну попробуйте обновиться. Должна быть ссылочка на вот эти вот бесплатные макеты. Теперь мы создаем вот этот бачок. Мы также набираем шпатлевку. И поскольку нам нужно получить фактуру такую вот разноуровневую, да, как бы не... ну, не как по трафарету. Мы поэтому наносим без трафарета, безо всего. Просто наносим ее... Так, почему мы делаем сверху? А, ну... Да, сверху у тебя, видишь, края, без декорирования, да, сверху, да. Просто вот так вот ее наносим, прикрывая. Прикрывая достаточно хорошо. То есть лучше побольше нанесите. Хорошо закрепите салфетку. А то отойдет будет некрасиво, конечно. Ну, мало ли, да, то есть как бы мало ли от какого-то использования там где-то что-то это... То есть я смотрю, что ты ее ни наклеил, ни на что, то есть она же под левкой держится, да? Конечно. Ну, не, под левкой это же такой материал. Вот, я нанесла просто такой горкой, да, и теперь я так... Что ж мне сделать, чтобы было видно? Вот так, да? Давай. И теперь я ребром мастихина просто создаю какие-то волосы. Давай, подпишись, ребята. Что у нас тут происходит? То есть просто вот так вот, на самом деле все очень просто. И вот получается... Так, вот получается такая вот фактура. Вот она. После окрашивания она будет выглядеть точно так же. То есть здесь я нанесла мастихин кругом, мастихином... Рисунок мастихина, да? Рисунок просто нанесла вот таким образом, его распределила, а потом ребром мастихина вот так вот поводила в разные стороны и здесь вот сюда немножечко вывела. И все. То есть все на самом деле максимально просто. Девочки пишут, что нет баннера макета. Не волнуйтесь, будет. Все будет. Так. Сейчас организаторы, я думаю, этот вопрос решат, девчат. Поэтому... Подарок всем, кто присутствует онлайн, обеспечен. И теперь давайте тогда, чтобы все техники показать нанесение, мы сделаем по этому краю вот такой вот... Вот такой вот грубый, грубый такой наплыв. Да, то есть какую-то грубую полосу, да. То есть какое-то что-то как будто расплавилось. Собственно, все то же самое. Берем шпатлевку и как бы вот так вот впереди мастихина мы ее укладываем, понимаете, чтобы образовался вот этот вот естественный такой наплыв. Вы ведете ее вот так. Вот таким образом. Вот видите бугорок? Вот это вот наплыв образовался. И сейчас можно положить второй слой сразу же. Не до конца. Вот Татьяна говорит, баннер есть. Настя говорит, у меня есть. Татьяна говорит, подарок внутри. Ну, то есть, девчонки, там все есть. Все хорошо. Нам подсказывают, что девчонки получили уже свои подарки. Все хорошо. И теперь вот смотрите, у меня два получилось как бы, видите, две волны такие. Вот. И теперь вы можете еще как-нибудь, ну, огрубить это. То есть чтобы получить грубую фактуру, нужно грубо действовать мастихином. Только и всего. Какой-то еще можно сделать наплыв. Вот так. Пусть у нас будет вот так. Теперь я предлагаю, чтобы нам остался вот этот край красивый. Я предлагаю здесь дальше не декорировать. Нет, не надо. Единственное, что чтобы опять же скрыть фактуру дерева, мы очень тоненько распределяем вот здесь вот шпатлевочку. Потом пошкурим еще ее. Но все равно она забьет, забьет вот эти вот все, ну, такие вот волокна, да, полоски деревянные. Вот так. Все, сразу вот отсюда все вытаскиваем, потому что это тоже важный элемент, который должен остаться чистым. Если что-то забыли вытащить, ну, просто придется потом шкурить. Вот. И теперь по нижней части, ну, мы можем, собственно, сейчас я посмотрю, может быть, мы сюда, что-нибудь сюда. А давайте вот трафарет сюда разместим. Пусть у нас это будет не совсем тогда, не совсем мальчишечья такая подставка, потому что трафарет у меня только вот такой с загогулингами. Ну, ладно. Нет, он сюда в тему. Ячеечки, загогулинги, все, все как бы очень красиво. Просто дело в том, что я, во-первых, забыла трафарет вот этими пупырышками, да, а во-вторых, мы сейчас не высушим шпатлевку. А можем мы вот это использовать как трафарет? А давайте. Вот это тоже, да. Сейчас попробуем. На ячейке давай попробуем. Отлично будет. Это будет такой реверс, знаете, здесь будет вовнутрь фактура, а здесь она будет дублироваться, но она будет наружу. Я думаю, что получится у нас. Сейчас попробуем. Импровизация, так импровизация. Давай, растягивайся. Гулять так гулять. Говоришь не можешь? Можешь делать. Делаться могу. Вот. Здесь, в данном случае, у меня есть трафарет вот такими пупырышками, и я высушила эту полосу, а потом просто сверху нанесла трафарет и тоже высушила. То есть это для тех, кто хочет повторить вот эту работу. Ну, давайте, то есть никаких проблем вообще. Вы представляете, как можно эту фактуру использовать? И приклеить, и еще использовать как трафарет. Нет, вот это хорошее. Нет, большую. Мы будем делать большую. Я хочу ее как-нибудь подрезать. А, она тебе мешает, что ли, не вся, да? Ну, я хочу вот, чтобы она была какая-то немножечко фантазийная, понимаешь, не грубо квадратная там, и не до конца, допустим. А пусть она будет у нас вот так. А, такими выемками какими-то, да? Да, здесь мы опять же подравниваем под вот эту нашу полосу. Так как нам нужно будет закрыть еще ее шпатлевкой, мы чуть пониже спускаем. Можем вот так под наклоном сделать. А здесь вот я вырезала, чтобы она заканчивалась рваным краем, неровным. Так, вот Елена нам пишет, объясните новичкам, что такое баннер и где этот подарок. Девчонки, ну напишите, пожалуйста, Елене, подскажите, Елена тоже хочет подарок. Да, пожалуйста. Очень надо человеку. Так, и теперь, ну, собственно, что? А почему я собралась фиксировать салфетку, кто-нибудь знает? Ну, видимо, чтобы она не поехала. Да, дело в том, что это же штрафарет, поэтому я могу ровно сделать. Я думаю, я сейчас такая положила. Думаю, так, надо все это ровно выложить здесь, а потом думаю, так, подожди, как я буду салфетку крепить? Работа мысли в режиме импровизации. Тогда можно так положить, то есть можно выровнять, не страшно. И будем сейчас... Вот, Татьяна нам Смирнова пишет. Я делала часы по мастер-классу Елены Екимовой. Получила огромное удовольствие, работая со шпатлевкой. Спасибо, Танюшка. Таня присылала мне шикарные часы. А, вот ты показывала, да, это Татьяна, да? Да, да, да. Шикарный Танюша, вы просто умлицы, просто. Здесь у нас задача максимально, ну, максимальное количество шпатлевки вот сюда уложить. То есть когда мастихином проводите, он ведется по верху, и шпатлевка не попадает вовнутрь. То есть здесь нужно прям вот положить ее туда. Я надеюсь, что это не растечивается у меня. Да, баннер, значит, есть мастер-класса, фотографий нет, картинок нет. Ну, девчонки, не расстраивайтесь. Вам всем обязательно пришлют картинки. Сделают рассылку организаторы и пришлют всем картинки. Ну, не волнуйтесь. Ну, Таня сказала, что там подарок на месте, в принципе, ну, посмотрите. Сейчас все выяснится. Так, вот, нанесли. Ой, ну что, поднимаем? Ну, страшно, Лена, ну что, будет чешуя, не будет? Боишься? Конечно. Давай бояться вместе. Давай. Давай, раз, два, три. А, вот она, вот она. Так, трафарет в воду. Смотрите, камушки. Какая. Если кому-то нужны камушки... Булыжнички. Да, булыжники. Смотри, вообще класс. Отлично. Отлично получается. Так, вот здесь вот у меня слилось, я вот так вот мастер-класса подвинула всех. Опять же, лишнее убрала с этой вот половинки. Так, и лишнее с боков тоже убрала. Отлично. Камушки получаются достаточно высокие, ну, потому что салфетка эта, она высокая. Так, да, как же тебе повернуть? Вот. Но потом их можно пошкурить хорошенечко. Пошкурите и, ну, доведете их до нужной высоты, так скажем. Да, отлично. Так, видео-мастер-класс, депутаж, фотошоп. Надо попросить Евгения, чтобы он написал, наверное, что-то по этому поводу, потому что должны быть картинки. Видео-мастер-класс фотошопа – это очень другое. Мы не оставляли, чтобы сместить там. Может быть, вы предоставите, и мы их разошлем ссылочкой в поликторной почте. Нету сейчас картинок, да, Евгений? Нет, картинок мне сказали, что нету, ну, как бы вывесить нечего. Ну, если они будут предоставлены, мы разошлем или по электронной почте, и в каждом. Хорошо, хорошо, Евгений, поняли. Все, собственно, все понятно. Картинок сейчас нет, они придут на электронную почту. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Я точно дам вам эти картинки. Не волнуйтесь. Так, давайте теперь еще вот здесь, в этой области, вот здесь у нас немножечко пустовато, давайте тоже какую-то фактуру сделаем, какой-то небольшой наплывчик. Так, возьмем мастихин, и так, можно сделать вот таким образом, такие вот иголочки, вот так, вот, и когда чуть-чуть подсохнет, провести мастихином, и они загладятся. Можно не заглаживать, можно их потом загладить шпатлевкой. Вот таким. Все. Так, сейчас все досмотрят до того момента, когда мы сказали про подарок, и нам нужна другая тема для разговора. Давайте поговорим, знаете, о чем. На самом деле, так, сейчас, пару слов. Вот это все мы сушим. Сушим это до полного высыхания, желательно прям на ночь оставить. Все, когда высохнет, тогда уже проводим дальнейшую обработку, красим, я это все дело доделаю, и выставлю фотографию. Так, это у нас другая. Вот, давайте поговорим вот о чем. Вот эта подставка, на самом деле, когда готовилась к вебинару, я подумала, что это замечательный тренировочный плацдарм. Это очень простая заготовка, которая, вот всего лишь дощечка, да, но при этом она несет определенную функциональность. И вы можете на этой подставке тренировать различные техники, различные стили. Давайте, пожалуйста, свои предложения на тему того, как можно ее задекорировать. Это мы не будем сейчас делить на стиле и технике. Вот все, какие идеи есть, давайте все писать. То есть хотите шебешик, хотите розочки, хотите потертости, то есть пишите, будем обсуждать этот вопрос. А мы пока что будем заниматься золотой нашей подставочкой. Сейчас я только уберу здесь немножечко воду. и вытру стол. Сушим, да? Нет, мы не сушим. Не сушим, да? Мы не сушим, это вот пускай сушим самому, мы уже возьмем другую. Имитация кожи. Жарья говорит имитация кожи. Пожалуйста. Отлично. Я делала, кстати, у меня есть имитация кожи для рептилий. Вообще смотрится шикарно. О, барельеф. Да, барельеф. Я помню, девчонки мне присылали даже чайный домик в барельефе. Поэтому так. Ну, давай наклеим, наверное, салфетки. Трафарет нанесем сейчас. И потом будет у нас сохнуть. Мы поболтаем. Пока будем наносить трафарет, заодно почитаем ваши... Леночка, розочки. Да. Какие розочки. Так, вот здесь... Зря мы взяли вот эту же подставку, потому что мне неудобно теперь понимать, что мы делаем. Ну, ничего. Вот здесь нам нужно сначала создать рельеф, а потом уже наносить изображение. Поэтому мы делаем сейчас... Ой, сколько много. И фрески, и камни, и кожа, и морская тема, и выжигание, и джинсу, и кожа. О, Евгений говорит, баню с подарками добавили. Он желтый. Он желтый, ребята. Так. Море, волны. Тихо, подожди. Вот таким образом располагаю трафарет и просто его наношу шпатлевкой. То есть наношу и он... А, нет, не просто наношу. Мне нужно подтонировать шпатлевку, потому что в дальнейшем я буду ее вытаскивать, да, то есть из-под всех цветов будет выходить свежий шпатлевки. Белый на золотом, он мне не нужен. Мне нужно, чтобы он был чуть бежевый. Поэтому я сейчас тонирую, а Наташа читает дальше ваши замечательные идеи. Ирина пишет. Ура! До победы! Ну, Якимова сказала, Якимова сделала, но, девчонки... Мила говорит, розочки. Мила, молодец, поддержала. Пусть мастер растягивается на розочки, а то есть вот это вот есть, на самом деле, уже розочки. Есть? Не верю. А вот и лично нет. Не верю. Так, Галина говорит, кожа, картинки, рельефы разные, имитация камня, металла. Ну, прям назвала твой как бы мастер-класс, можно так сказать. Да. Какие шикарные картинки. Спасибо. О, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, уже первый. Я постаралась их подготовить, именно чтобы, ну, они с таким умыслом, там есть как бы, да, довольно такие, не всем понравятся, но если есть у вас прям молодежь какая-то, которая требует подарка, да, то вот эти вот там, ну, вы поняли, да, с черепушками они подойдут отлично. Вот. И такие, ну, мужские и женские направленности, то есть именно на празднике. Я взяла шпатлёвку и взяла капельку умбры натуральной. Сейчас перемешаю, и она у меня тонируется. Акриловой краской. Да, акриловой краской просто перемешиваю вот так вот. Галина говорит, сексуальный. Ну, да, там есть. Есть. Ну, там пенап для мужчин, я думаю, как бы это очень круто. Девчонки тебе говорят, спасибо за подарок, здорово. Так, картинки чудесные. Ну, наконец-таки, а то всех рассказали и не дали. Что же вообще так не делается. Так, Гульсина говорит, альпийскую горку. О, кожа, барельеф, металл, Оксана говорит. Боже мой, ты посмотри, сколько много тебе вариантов дают. Ой, красиво. Очень зелёное, кажется, на камере, на самом деле не такое зелёное. Так, и обычным совершенно способом просто наносим. Здесь есть новички. И что значит обычным? Обычным способом, сейчас рассказываю. Обычным способом, это когда мы на мастихин шпатлёвку набираем вот с этой стороны. Вот так выглядит мастихин. У нас шпатлёвка должна быть снизу. Вот так мы её набираем и наносим. Прижимаем трафаретик хорошо. И очень плавно, аккуратно разносим шпатлёвку. Трафарет должен быть... Убери, пожалуйста. Спасибо. Трафарет должен быть... Что вот хотела сказать? Ой, слой не нужно делать слишком толстым. То есть достаточно вот слой, если вы закроете толщину самого трафарета, этого будет достаточно. Маша пишет, спасибо, картинки супер. Ну всё, девчонки. Кто-то даже написал спасибо. А, вот Светлана, за ваш труд, Лена. Ну вот такая молодец. Светлана Новосёлова нам написала спасибо. Поднимаем наверх. Стараясь не сдвигать. Ну я, конечно, немножко сдвигала. Ну, для металла нам это не повредит. Ну это всё от пахвалы. Так, вытираем мастихинчик. И теперь вот так получилось. Так. Спрашивали про трафарет. Где ты такой трафарет взяла? Можешь сказать... Трафарет-то я заказала на Алиэкспрессе. Это трафареты для тортов. Их там полно-полно всяких разных. У них достаточно неплохое качество. Вы знаете, они такие... У них достаточно толстый пластик. Поэтому... Ну, хорошо. Единственное, что мне его отправитель скрутил в трубочку. И он до сих пор не оклемается. Хотя ему уже полгода. Как бы он никак не может выздороветь. Но другие трафареты мне приходили просто не скрученные. Они отлично держатся. Так, теперь мы убираем лишнее по бортам. Лена, ну сколько тебе тут благодарностей за картишки. Ты молодец. Вот Ирина Зеленина нам даже написала. Может, мы и не молодёжь, конечно. Ну, достаточно современные. Ну, я тоже так думаю. И картинки мы твои оценили. Прекрасно. Молодец, Ирина. Я, если бы думала, что вы ханжи, я бы эти картинки и не делала. То есть я знаю прекрасно, что вам они пригодятся, потому что они... Они там и с юморком, как бы, и отлично. И с посылом там. Я думаю, сын, это мужчина и женщина. Да, там есть у меня такие всякие. Так, вот. Почистила лишнее. И опять та же самая процедура. Нам нужно освободить вот этот... Как это называется? Свободный проход. Давай так полосу. Нашу рабочую полосу. Да. Скажем, давай так. Так, вот. Всё, освободила. И мы это сушим. Сушим хорошо? А просто сушим. Просто сушим. Хорошо, сейчас я уберусь здесь всё. Хорошо. И что покажу вам сейчас? Давай я сейчас руки, только руки. Вот тебе подсказывают, трафарет в горячей воде замочить, и он выровняется. Рена, пробовала ты такой? Нет, конечно. Вот такие. Так, трафареты, которые для тату годятся, для художественной работы, не знаете? А то видела на Алиэкспрессе. Я думаю, вы знаете, Рена, нужно заказать, да посмотреть. Они там, те, которые для тату, они там по 50 рублей стоят, как бы, и я думаю, что куда-нибудь вы их допримените. В крайнем случае, вы их наклеите на шпатлёвку, так же, как мы наклеили вот эту сетку, и получите какую-то интересную фактуру. Так, вот это я вот так вообще уберу от себя. Так, ну что? Показать вам, наверное, надо свою гордость. Так, чуть-чуть повыше, камера. Давай, чуть-чуть повыше. Так. Вот такая у меня сегодня обучающая программа. Очень-очень насыщенная. Вообще, это у меня новая серия мастер-классов. Она у меня задумана очень надолго. И, ну, не слишком часто будут появляться такие мастер-классы, потому что вы видите объём работы. Эта серия называется «Этника». Откуда она появилась? Дело в том, что я, как и многие, я уверена, из вас, потому что вы люди, стремящиеся познавать, я очень люблю путешествовать, путешествовать и по нашей стране, и за рубежом, и очень люблю путешествовать во времени. Обожаю просто изучать различные вот ушедшие цивилизации, да, то есть очень люблю смотреть какие-то про старину фильмы. И, соответственно, там очень много этнических направлений. И мне вот захотелось показать это всё. Это, естественно, выражается в моём творчестве, потому что я могу там, допустим, месяц смотреть про одну страну, миллион фильмов, и потом туда поехать, поговорить с местными жителями, как бы вдохновиться так, что, естественно, это потом выливается в какую-то работу. И здесь, что самое интересное, здесь не работа строится от техники, то есть я не делаю ларец в имитации металла, да, а мне нужно отразить историю страны, и под неё я уже подбираю различные техники. И поэтому эти мастер-классы, они очень насыщенные. Мы считали, считали, с девчонками не пересчитали, сколько техник, но они вот-вот-вот такие вот будут. Будут, потому что я считаю, что это надо. Здорово просто. Расскажи, Лена, что здесь вот есть? Вот эта картина или что это такое? Вот расскажи поподробнее. Вообще вот эта первая работа, да, из этой серии, она посвящена Монголии. Это называется у меня «Сундук Монголия». Забыла, представляешь? «Монголия – страна древних кочевников». Я очень долго выбирала название, у меня теперь каша в голове. Почему так называется, да, и почему вообще все это произошло? У меня как-то вот так со школы знания сложилось. Я не знаю, знаете ли вы что-то о Монголии, да. Я, например, знаю только то, что есть злой дядька Чингисхан, который всех там поработил, и все они там варвары, и вообще ничего не понятно, как бы, как они жили. Но я очень люблю такие вот дикие направления, да, то есть я бы поехала с огромным удовольствием в эту степь и обалдела бы там, мне кажется, от красоты. Вот. И когда начала изучать, то есть этот вопрос, да, то я выяснила, что Монголия – это на самом деле великая цивилизация. И так как нам преподавали с нашей стороны, то есть он же и нас завоевал маленько, да, вот, то не говорилось о том, что на самом деле Чингисхан – это великий совершенно человек, человек, который завоевал практически всю известную на тот момент землю. И делал он это не из каких-то варварских побуждений, а во-первых, время было такое, во-вторых, это все он делал для своего народа. То есть он там строил города, вводил образование, то есть человек очень-очень даже непростой. И в связи с этим я выяснила, что монгольские мастера, они очень-очень сильно, как сказать, очень многими техниками владели, поэтому работа такая насыщенная. Вот эти, например, вставки у меня продиктованы юртами. Кочевники живут в юртах, которые сделаны из войлока и, ну, расписаны различными узорами. То есть вот имитация вот этого войлока расписного, она у меня представлена на бортах сундука. Обалденно, причем разная, да? Да, здесь у меня все по-разному. Вот как можно это применить? Применить это можно в любом этническом направлении, которое, ну, у которых есть там похожие, да? Я знаю, что вот казахи очень обрабатывают войлок. Скажи, так это настоящий войлок, который ты расписала? Нет, 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 это такой вот материал, который я нашла, чем этот войлок заменить. Но роспись настоящая, то есть мы именно расписываем на мастер-классе. Все секреты вот этих имитационных техник, да, здесь очень много представлено. То есть мастер-класс, как обычно, у меня невероятного размера, очень долго я там, очень много даю информации. И все вот эти вот какие-то секреты, инструменты, я все это раскрываю. Вот эта часть, это гипсовая отливка, сделанная мной самой для того, чтобы, то есть была у меня задача, мне хотелось вписать камень в работу, да, и я решила сымитировать яшму. Я решила ее сымитировать, именно вот такой сделать объемной. Поэтому я там, используя всякие подручные, все, что в доме есть, как бы сделала вот такую отливку. И целая часть большая мастер-класса посвящена именно созданию камня. Посмотрите, он такой вот замечательный. Отшлифованный просто, такое ощущение, как будто он настоящий камень, который приклеили. То есть вот реально. Марина говорит, засмотрелась, котлеты подгорели. Ну, это уже хорошо. Хорошо, обалденный камень, прям хочется его, знаешь, как потрогать, рассмотреть. Вот он настолько реально сымитирован. Подержу крючок. Да, вот. Вот так выглядит. Потом от камня дальше у нас я вижу вот кожаные какие-то вставки, да, Лен? Вот это вот кожа, да? Да. То есть вот углы. Имитация. Имитация кожи. Такой очень грубой, очень фактурной, потому что это кочевники, потому что это седла, это доспехи кожаные, да, это какие-то предметы быта, которые, ну, не были изящными, так скажем. Они, в них своя особенная красота, но они очень такие вот грубые. И я их решила сюда добавить, ну, потому что, на самом деле, вот я смотрела фильм, и там были воины монгольские, они были в кожаных доспехах. Потрясающих, совершенно таких вот грубейших, как бы. Нет, Мариночка, это не настоящий камень. А смотрится как настоящий, абсолютно права Марина, потому что прямо вот и светится, и это прям реальный камень. Здорово. Так, у нас, значит, смотри, а вот я еще смотрю, как оно как углубление или что-то такое. То есть это заготовка такая сделана вот с этими вырезами? Нет, нет, эти накладки мы полностью, а ты имеешь в виду вот это или нет? Нет, я вот это углы вот смотрюшка, вот они сделаны как какими-то... Нет, это накладка, то есть это кожаная вот накладка. Имитирование, то есть это не из дерева, это же сундук из дерева, то есть это не вырезанное из дерева. Нет, нет, это мы делаем вот этот непосредственно слой, на котором имитируем кожу. Очень классно. Он такой вот многоуровневый. То есть у нас получается здесь войлок, имитация, да, роспись, кожа, да, камень, металл, да, металл. Металл здесь представлен у нас в двух вариантах. Металл здесь в двух вариантах. Это первое, это вот такое на поверхности создание рельефа и окрашивание, патинирование, да, и второе вот я сделала, смотрите, здесь наверху, и ножки сделала металлические. Печать моя стоит. Вот, и мне не хватило вот этого момента посередине. То есть, ну, вот здесь, чтобы объединить работу, я решила сделать накладки, вот, видите, объем. То есть это объемные накладки, которые я сама слепила, создала узор и, собственно, сюда прикрепила для того, чтобы вот на самом деле, когда там я делала все это очень много, очень так со всех сторон, да, все отдельно, параллельно делалось, а потом я собрала это все, и когда я наклеила вот эти накладки, именно тогда работа появилась. То есть без этих накладок работа была классная, но она была не целая. То есть вот такие вот маленькие моменты, я там говорю о них, о соединении работы, очень много говорю, потому что это важный момент, когда вы переходите на какой-то уровень, где вы пытаетесь создать что-то сложное, это очень важно. И еще одна у нас поверхность. Да, что там внутри? Вот видно, что... Так, вот так не видно, подожди, вот так, сейчас я проверю. Вот. Вот. Это обработка древесины, это многослойное морение под красное дерево. Вообще супер. Вы понимаете, что красное дерево не получается, если вы наверняка пробовали все, да, и если взять просто дерево и покрыть морилкой, которое называется красное дерево, ничего не выйдет. Вот. А здесь как бы вот такое, то есть полноценный эффект из сосны заготовочка, полноценный эффект красного дерева. Внутри я не стала никак обшивать, он прекрасен как бы вот в такой своей аутентичности. Здесь просто все очень гладко, очень отполировано. Ну и еще момент у нас там... И вот это еще, да, вот скажи, что кожаное как обрамление. Тут, конечно, столько Лена отдала просто. Мы когда смотрели, это просто кладезь информации. Вот просто. Да. Вот здесь тоже, да, кожаная накладка, тоже чтобы было соединение, опять же, да, чтобы дубли... Видите, дублируются материалы. Войлок, войлок, кожа, кожа, серебро, серебро, цвета. То есть все это объединяется, миксуется, как бы и вырастает в единую работу. И здесь еще завершающим моментом идет общее состаривание. То есть сундук древний, древний я не хотела так делать, чтобы он прям вообще был как идеалит. Отмыли чернушку, да. Да, то есть, ну, а чистым он, естественно, быть не может. Поэтому общее состаривание, патинирование всех вот этих элементов, как все это превратить в единую работу, все вот это есть. И самое главное, чтобы это все было гармонично, да, Лена? Вот сколько техник, но она не выпячивает какая-то одна техника. Кожа не выпячивает металл, не выпячивает волок. То есть он все, камень, все как в гармонии, такой идиллии. Это очень важно. Это важно понимать, как это делается, да. То есть вы, смотрите, во-первых, вот эти техники, вот, допустим, серебро, да, серебро используется всегда и везде. Это настолько обычная техника для декупажниц, в том плане, что она нужна, потому что она универсальная. То же касается кожи, то же касается, ну, камня нет, допустим, да, то есть серебро и кожа, и морение. Морение – это универсальные техники, которые нужны всегда. Что касается камня, это возможность украсить и обогатить любую работу. Вот ты взяла камень сюда и положила, да? Да. И обронила его еще в серебро. То есть он у меня, видите, в рамке серебряный. Обалдеть. Я не знаю, как это называется, Лена. Ну, какая-то, да, металлическая обрамление. Да, то есть я не оставила его голым, а просто соединила его со всем остальным. Ну, камень меня поразил, Лена. Я когда увидела, я думала, это, ну, думаю, купила, наверное, приделала, так, для украшения. Но когда Лена скажет, что она его сделала, это, конечно, потрясающе. Да, шкатулка тяжелая. Это сундук из сосны. Он тяжелый сам по себе. Плюс здесь очень много объемов. Он тяжелый, да. Вы знаете, я очень люблю вещи тяжелые. На самом деле я никогда не пользуюсь, да, вот заготовками, там, какими-то здесь тонких материалов, потому что мне не хватает. Я очень люблю, вот, чтобы ты взял вещь, и ты понимаешь, что, например, там, жена Чингисхана Борты возила драгоценности за собой, да, по степи. А то такие бриллианты, золото, серебро, чеканина. Вот, то есть это вот такая вот работа. Такие работы будут, то есть это серия, она будет продолжаться, продолжаться, и в ней мы будем учиться именно создавать вот это наслоение, потому что это один из очень таких моментов, которые надо учить. Я бы сказала, вот мне здесь интересно, что здесь очень много техник, но они все гармонируют. Вот меня это как бы вот прям вот я смотрю на нее, и мне нравится, что оно все единое. То есть вообще, ой, молодец. Ох, моя. То есть вот этот секрет, да, как это все вот создать, во-первых, потому что, ну, мы знаем, это вроде как бы какие-то вещи на слуху, где-то что-то с разных там мастер-классов, с разных всех этих моментов. Ну, как это все создать и как это все соединить? То есть можно взять отдельно камень и серебро на одной работе, да, можно взять, действительно, вот у нас, допустим, в закрытом... Кожаное, вот, пожалуйста. Да, в закрытом клубе у нас девушка Ольга, она создавала на бурятскую тему шкатулку. Допустим, бурятская тема, совершенно спокойно можно взять кожу и войлок. То есть для бурятской культуры это тоже характерно, да. То есть вот именно и частями можно использовать, и целиком можно использовать, и на самом деле я сделала два таких сундука. А где второй? Один останется у меня дома, я специально дублирую для себя вот эти вот работы, потому что, ну, чтобы у меня были они, да, с этим сундуком мы потом посмотрим, что с ним станет. Вот, но один остается у меня дома, и вот это такой вот, интересно, как будто из путешествия. Да, вот реально из путешествия. Вот Татьяна говорит, для жены маловато будет, серия будет, Татьяна, серия, не один. Да, поэтому вот... Очень ты вкусно преподнесла эту тему монгольскую. Потому что когда ты принесла, что ты будешь монгольской, я такая думала, это что-то будет такое не очень интересное, но когда ты его принесла, я такая, вау, вот это мощь, вот это красота, здорово. Я хочу, одна из целей, как бы, этого мастер-класса, то есть я, во-первых, вам хочу это все передать, да, а во-вторых, я хочу, чтобы у меня дома собралась коллекция вещей различных культур, вот таких вот сделанных моими руками. То есть прям вот, чтобы вот она, чтобы он стоял где-то у меня, и приходили люди, и не понимали, как он там вообще оказался. А это правда интересно, это здорово. Ты знаешь, как он на коллекционной книге, картины приходит посмотреть, да, вот музеи мы приходим, то есть просто рассмотреть этот шедевр. То есть ты хочешь сказать, ты монгольский специалист, мастер, да? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я овладела всеми знаниями, потому что их очень много, и это очень важно, там какой орнамент был в какое время, да, то есть я настолько не углублялась, потому что, ну, интернет здесь не помощник в том плане, что очень много путаницы сейчас. Да, первоисточники надо изучать. Я погружаюсь в тему с головой, выхожу, меня немножко шатает, когда я выхожу после монгольских фильмов, там, и всего прочего, да, и вот это то, что идет от меня, то есть я стараюсь найти, то есть вот этого я взяла узор из монгольской юрты, вот это я взяла монгольский узор, да, совпадают они по времени или нет, как бы, ну, это для меня не так важно, то есть это мое впечатление об этом времени, об этой стране, об этих людях. Моя дань уважения тому, что они вот такие были прекрасные. Вот так. Здорово. Ну все, посмотрели, да? Да, да, да. Убираем пока что вот сюда это дело, и давайте посмотрим, что у нас дальше по работе. Так, сейчас, нет, там эта штука сохнет. Ну давай возьмем, ты ждал, у тебя вот это уже высохло, да? Да, вот это у нас досыхает в естественных условиях. Вот. А почему именно монгольская тема, Елена спрашивает? Елена, у меня очень много желаний, что я хочу сделать на самом деле. Ну, как-то так вот срослось, то есть нашлась заготовка, нашлась вот как-то так раз, все и соединилось. И я решила, что начну я с монгольской темы. Вот. А на самом деле их будет много, и они будут на раз. Мне все интересно, меня везде как бы, мне и в Африку, и в Южную Америку надо. А я помню, ты про Африку не говорила, я ждала африканский сундук. Ну, будет? Будет что-то другое. Не сундук, что-то другое будет. Что-то меня вдохновит Африкам. Африка тоже там, можно в одной Африке 10 лет работать, потому что там столько племен, и у каждой свои там какие-то замечательные эти самые особенности. Там столько жирафов и слонов, что у нас по загляденье нет. Так, вот смотрите. Вы видите наверняка, что под вот этой бронзой проскальзывают какие-то цвета. Да, то есть вот мы видим, что вот здесь что-то зеленое где-то есть, вот здесь что-то синее там где-то есть. Да, это то, что мы окрашиваем нижним слоем. То есть у меня есть вот такая вот уже высохшая деталь, и мы сейчас будем ее окрашивать. Сейчас я подготовлю краски, там какой-то вопрос. Сейчас Наташа прочитает. То есть серия будет не чисто монгольская, Елена, вот, видимо, Елена волнует как бы разнообразие народов, которые ты собираешься. Нет, Елена, серия будет именно этнические различные направления. То есть Монголия – это первое, не получается, Монголия – это первое, да, то есть следующее может быть вообще из другого континента и вообще на другую тематику. Монголия может повториться когда-то, потому что на самом деле в каждой стране и в каждом направлении можно работать и работать, там очень много всего, вот, но будут очень разные, то есть и индейская тема будет, и индийская тема будет, и Африка, Ганнибалы, Черепада, не только. Там есть очень красивые женщины, которые глиной делают прически красные, а есть женщины, которые вытягивают шею, там, ну, блин, столько всего вообще в мире, чем можно поинтересоваться, что, я не знаю, будет очень много всего. Так, сейчас я возьму краски, такие есть, и мы решим, что тут у нас мы можем сделать. Так, возьму где-то черное, возьму черную краску, то есть здесь у нас сверху будет металлический эффект, и он лучше ложится всегда на темное, поэтому мы будем делать здесь темные такие поверхности. Я возьму обязательно черный цвет, выдавлю, и возьму обязательно коричневый цвет. Возму, так, синий цвет возьму. Цвета все темные, насыщенные. У меня нашлась бы такая заготовка, сразу бы купила этот МК. Татьяна, на самом деле, заготовку эту делал Лёлин Папа. Они есть. И для того, чтобы ее получить, нужно написать Лёле Раевской, Елена Раевская ВКонтакте, нужно написать в личку, она есть у нас, это делает Лёлин Папа, заготовки из массива вот эти. Они есть разные там, кстати, ларцы, даже не только такого формата. А, это вот, кстати, мысль я как-то вела-вела и не довела на этот счет, что вот такие вещи, их, видите, этот мастер-класс, его кто-то может использовать для знаний, для техник, а кто-то может действительно захотеть просто создать себе домой такой сундук. А что это у вас за краски? Краски у меня акриловые, художественные. Сейчас скажу. Вот эти в тюбиках, это фирма Ладога. Вот тут пишется название. Вот эти фирма Плейт, это тоже Ладога. На самом деле фирма не важна, мы всегда пользуемся всем, что найдем. Вот. И так, вот это вот вообще какая-то ванпюр. Ванпюр, да. Вот. Мы пользуемся всегда тем, что есть в наличии, это акрил. Вот так. Так, вот такую вот палитрочку я себе создала. Здесь у меня всего по чуть-чуть. Основа – это темные цвета, коричневый и черный, чуть-чуть белого на всякий случай, чтобы яркости добавить куда-то. А вот эти цвета, это у меня идет для того, чтобы под вот этой бронзой, вот здесь на этой стороне лучше видно. Вот, видите? Чтобы под бронзой была интересная фактура такая вот, цветовая палитра, так скажем. Поэтому я взяла разные. Сейчас, Наташа, надо будет поближе поснимать, чтобы тут создавать переход. Вот так вот. 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 Так. Мне нужны вот эти цвета, чтобы они как бы проглядывали, но не просто пятном, да, чтобы они были в таких вот переходах как бы. То есть сейчас покажу на деле, все будет понятно. Вот сюда возьмем, допустим, красную давайте сделаем в этот раз. Вот я беру красную краску, наношу ее вот такой полосой. Не разбавляю ее водой сейчас, просто беру и наношу. Обычно мы краски разбавляем чуть-чуть водичкой, чтобы у них была лучшая укрывистость, чтобы они не ложились полосами. Это я говорю для девчонок, которые вот я вижу, что у нас есть новички сегодня. Это очень хорошо. Это значит, что нашим балку прибыло. И для них я говорю эту информацию. И в принципе этой же кистью я набираю черную краску и наношу вот так вот по краям. Ну вообще мы ее разбавляем жидко, чтобы она еще немножко падала в углубление, да? Да, сейчас я это все сделаю, у нее упадет, да. То есть обычно мы разбавляем ее заранее, а сейчас мы с вами просто вот так вот намочим кисточку. И влажной кистью теперь мы от середины вот эти вот моменты проходимся. Многовато черного, ну ладно. Ну давай красным цветом. Сейчас я добавлю, да. То есть я сейчас кистью заливаю вот эту воду сюда, чтобы у меня и в углубление все попало, и как бы вот эти переходы сформировались. Теперь вот я набираю опять красный. Вот уже какой-то такой... А знаешь, что сюда надо? Здесь нужно красный смешать с белым, для того, чтобы именно яркость появилась. То есть яркость дает белый цвет, как бы белая подложка, так скажем. Вот, видите? Да. А теперь мы можем добавить еще красный. Вот так. И теперь вот здесь вот немножечко как бы подсмешиваем. Вот так. Вот такой он будет у нас. В дальнейшем, когда мы все это бронзой закроем, у нас будет кое-где просто проглядывать какое-то красное свечение такое. Вот так. Теперь мы окрасим фон. А, вот сюда мы тоже сделаем красный. Вот в эту часть. То есть это у нас продолжение. Красного не хватило мне. Татьяна говорит, шикарная шкатулка. Наконец-то я могу не только смотреть, но и писать. Вот интересно, что Татьяна имела в виду? Татьяна. Писать что? А, чат заработал, скорее всего. У некоторых почему-то сейчас проблемы периодически, но я думаю, что вот уже все починилось, наверное. Все починилось, все хорошо. Видимо, да, видимо, чат заработал так. Так, и мы здесь тоже берем черный. То есть вот эта полоса, это у нас единый элемент. Мы его зарабатываем как единый элемент. Черный цвет очень активный. Если есть какой-то бордовый, то нужно взять его, например, в качестве основы. Сейчас, в принципе, вот смотрите, сейчас подсохнет черный. И когда он подсохнет, мы можем еще раз пройтись красным. Вот по этой части я имею в виду, и он получше ляжет. И вот здесь вот водичкой разглаживаем это все. Очень важный прием такой, что ты водичкой как бы немножко вот соединяешь эти цвета. Они как перетекают друг к другу. Да, то есть потому что мне нужно свечение. Вот это свечение из-под бронзы, а не просто красная блямба, чтобы было. Красное пятно полоса, да? Да. Давайте вот эту фоновую часть мы сделаем с вами синим. На самом деле это вот одна из тех работ, которые на промежуточном этапе выглядят жутко. Есть такое, да? Ну, сейчас смотрится это как, знаешь, детское творчество. Какие-то синие, красные цвета. Боже, из этого что-то получится действительно остающиеся. Мне кажется, ты знаешь, это детское творчество, ребенка, который недоволен своим детством. Поэтому еще столько черного здесь сейчас будет, что... То есть это часто бывает. Опять же информация для тех, кто недолго в декупаже. Это часто бывает, что промежуточные этапы... На самом деле не только те, кто недолго, очень многие мастерицы уже, кто работает достаточное время, все равно боятся вот этих промежуточных этапов, когда все это выглядит еще... Жутковато. Жутковато, да. Но это не конечный вариант, поэтому воспринимаем это... Как процесс работы. Да. И теперь влажной кисточкой. Сейчас немножко... Вот видите, когда два цвета темных, вот синий и черный, они сливаются очень легко. То есть они такие насыщенные. Скажи, пожалуйста, а вот на вот этой плашечке ты тоже так делала? То есть вот тоже эти цвета... Это все то же самое. Только серебром сверху потом, да? Только вот сейчас посмотрите, как мы будем делать бронзу. А вот здесь серебро задействовано. А так это все то же самое. Это должны были быть две половинки одного целого. Вот поэтому потом уже я решила, что я хочу, чтобы вы мне сказали, что вы хотите увидеть на вебинаре. Елена говорит, разве только на этой работе промежуточный этап ужасный. А мне казалось, что так на каждой практически работе. Елена, ну когда картинки клеите, там как бы он не ужасный. По-любому не ужасный, картинка красивая, ты смотришь на нее, и как бы у тебя на душе легко. Скажи, Елена. На душе легко, картинка красивая, хорошо идет по плану. Да. Давайте зеленый теперь, да? Зеленый. Да, мне вот хочется зеленый как-то, да. Но зеленый у тебя прям такой активный, или все-таки цвет такой бирюзовый, как патины? Если я тебе дам такой бирюзовый, можно? Давай. Да, можно? Да, я люблю такой. Во-во-во-во, ты права. Да, да. Вот это то, что я хотела. Вот именно вот такой цвет патины какой-то. Мне прям хотелось. Вот видите, какой пузыречек. А то какие-то мрачные тона, так хочется живости как-то, море, спокойствия. Я вам скажу честно, после того, как Елена провела вебинар, как он там назывался? Принцип Малевича. Принцип Малевича, где она там с этими квадратами, кругами рисовала, и мне потом всю ночь снились круги, квадраты. Я на утро проснулась, думаю, господи, господи. За что мне это? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кто был на том вебинаре. Нет, знаете как? Нет, 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 подождите. Поставьте единички, те, кто был, и восклицательные знаки, у кого было примерно такое, как с Наташей, того потом шабасило, и у кого открылись какие-то новые умения в этом плане. По кубизму, да, я говорю. Да, да, да. Это был ужас. Всю ночь приходил ко мне, шагал со своей картиной, и пытался мне через квадраты и круги сказать, что это очень красиво. Вот, это настоящее. Вот, смотри, единички пошли, и даже восклицательные знаки. Значит, я не одна такая. Взрыв мозга был просто вообще. Я не собирала утро. Я хочу сказать вам, что такие вебинары будут. Не пугать. Будут. Не пугать. Они будут не часто, не каждый вебинар, но они нужны. Вот, понимаете, в чём дело? Вы все здесь, вы такие смелые, вы такие творческие в том плане, что вы не боитесь ходить, учиться. На самом деле, единицы людей не боятся ходить, учиться, узнавать что-то новое. Вот сегодня пришла Лидочка к нам в студию, наша подруга замечательная. И помимо вкуснейших сырничков, она пришла и сказала, Лена, какой мастер-класс по фотошопу? Я всё теперь умею. Это вообще… А Лиды за 18 примерно вот так. 18 плюс. Поэтому вот эти все вот ваши стремления, это очень круто. Но вы же знаете прекрасно, да, что образование, оно не всегда приятно бывает. То есть оно должно вызывать эмоции. Когда есть эмоция, тогда есть результат. То есть ты хочешь сказать, если ты всю ночь не спишь, то ты, можно сказать, обучился, образовался, да? Ну, конечно, ты, да, до сих пор путаешь Галла Смолевичем, но… Процесс обучения придётся повторить. Но я же тебе сказала, да, что у тебя будет ещё один процесс. Вот. На самом деле, ну, как бы, если это произвело на вас впечатление, то это в дальнейшем, когда-то найдёт отклик, который где-то в какой-то ситуации вас спасёт, на самом деле. Когда вы будете сидеть над работой и не понимаете, что делать, и тут у вас загорится лампочка в районе уха. Красный квадрат и жёлтый треугольник. А дети, ты понимаешь, а дети, как вот… Это такое развитие, на самом деле, творческих моментов. Я думаю, не надо сейчас, да, мы можем поболтать о посторонних вещах, потому что я делаю всё то же самое. Светлана говорит, это значит мозг жив. Да. Он сопротивляется этой информации, он пытается выжить. А ты знаешь, как опять стадии отрицания, гнев, там, как вот это правильно звучит, я всё время забываю. Отрицание, гнев, что-то там, понимание, принятие. Есть какие-то стадии. И такое, знаешь, апатия в согласии. Такой, ну ладно, давай. Я вам по секрету скажу, мы, когда вышли с того вебинара, Наташей были розовые щёчки. Она вышла в другую комнату, схватила работающий двущик и сказала, о, вот цветы. Так, вот эту область я просто закрашу в чёрном, то есть здесь, вы видите, у нас будут дальнейшие с ней проработки ещё. Вот посмотрите, конечные результаты и промежуточные, да. Это примерно... Главное, главное не бояться. Анекдот такой был. Нельзя его рассказывать в эфире. Но кто знает, тот поймёт. Так, вот так, закрашиваем. Татьяна говорит, это было супер. Мы с дочкой два дня смотрели, потому что целиком не могли за раз посмотреть. Только по 15 минут. Вы видите, насколько, насколько зацепил Наталью Мирохину вебинар. Насколько она... Вот через 20 лет, когда Наташа проведёт 10 миллионов вебинаров, она будет помнить именно этот. Вот, и она говорит, мы с дочкой два дня смотрели. Так, Наталье нужно просмеяться, поэтому мы слушаем сейчас всё это феном. Давай. Вебинар был замечательный. Да, Марина пишет, замечательный. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы вот эту подставку подсушили маленько, и сейчас мы ее уберем, она досохнет сама, пока мы будем заниматься вторым вариантом. И у нас тут есть вопрос по вот этим, я опять мысль вела-вела и не довела. Вебинары такие будут, они вот у них чисто образовательная такая цель, и будут, будут обязательно что-то шокирующее, что-то необычное. Вести в четвертую стадию депрессию, а потом в пятую стадию принятие. Лена решила нас... Да. Татьяна, это вот не Даша завернула, это есть какие-то психологические градации принятия нового материала. То есть вот так проходит обучение. А потом, когда ты уже принял, потом прошел месяц, и ты делаешь сахарницу с картиной Малевича, и все, счастлив и замечательно себя чувствуешь. Так, сейчас мы с вами на эту подставку будем наклеивать салфетки. Здесь у нас, вы видите, есть сквозь золото прослеживаются цветы. Это у нас как раз-таки салфеточка. Сейчас Наташа вышла, она сейчас придет, даст мне лак, и мы будем клеить. Девочки, НК по фотошопу можно приобрести. Все вопросы... Фотошоп у нас была первая часть, сегодня идет вторая. Ну, напишите в личку, там разберемся. Нет, точно есть шестая стадия. Тая, какая шестая? Дай мне, пожалуйста, лак. Я сейчас буду клеить салфетку. Салфетку я клею на лак. Я вообще все клею на лак. И клея для бекупажа у меня никогда нет и не было, ни на ПВА, ни на что. Я все клею сразу на лак. А у глянцевой, наверное, дать, да? Ну, без разницы. Без разницы абсолютно. Мы будем еще сверху обрабатывать. Так. Какой, чтобы Энди Уорхол отдыхал? Так, первый вебинар мой надо вам посмотреть. Поп-арт у нас был. Мы поставили этого Энди Уорхола на место. Так, смотрите. Сегодня я вам привезла свою первую салфетку. Первую салфетку. Вот. Не могу это слово писать прямо теперь. Напишите мне в личку. Так, вот. Это моя первая салфетка. Я делала с ней свою первую работу. Да, в закрытом клубе. Я помню, мы угадывали эту чудную работу. Никто ей не смог доходиться. Это единственный был случай, когда я наклеивала салфетку. И больше я никогда этим не занималась. Поэтому она у меня вот в таком неизменном виде хранится, как моя реликвия. Вот она есть у меня такая уже с кусочками. Собственно, что я сделала? Я повырывала макеты, макеты-элементы. Вот такие букетики. И сейчас я собираюсь их наклеить. Наклеить сверху прямо на золото и прямо на трафарет по всему периметру. А затем мы уже будем шкурить и обрабатывать дальше это все дело. Но давайте маленечко мы здесь обработаем. Дело в том, что у нас есть затек на трафарете. Нет, дай, пожалуйста, небольшой мастихин. Есть еще меньше этого? Или канцелярский нож, если есть. Маленький вот здесь, смотри. Вот, давай, какие-то. Так, сейчас я покажу. Вот эти вещи происходят периодически. Так. Вот, здесь у нас есть затек, да? То есть расползлась как бы шпатлевочка немножко. И я просто мастихином небольшим разрезаю, давай поближе, потому что это часто бывает у людей, я знаю, разрезаю как бы как должно быть. Вообще дома я бы это сделала скальпелем. Но здесь у меня скальпеля нет. Что-нибудь будет есть? Ну, вот. Только попроси. А что там? Нет, там скальпель не скальпелем. Первой мировой. Держи, пожалуйста, я мастихином сделаю, ладно. Так, и теперь вот так вот снимаем это. Все. Если при этом снимается металлик, ничего страшного, потому что у нас будет еще дальнейшая обработка. Но если хотите, можете подкрасить как бы непринципиально. Есть люди клинические перфекционисты, как наша Мила, допустим, Зверева, которая бы закрасила. А есть люди такие, как я, которые закрасят потом сверху. Так, вот. Таким образом. И вот здесь у нас еще одна убавка. Ну, ты знаешь, если бы ты ее не убирала, никто бы и не заметил, что там затепло. Да. Потому что оно выглядит, оно же под салфеткой будет. Будут какие-то элементы. Ну, так. Зато вот девочки узнают, если кто не знал, как это можно убрать. Все. Шкурить будем потом все вместе. Поэтому сейчас просто клеим. Я беру синтетическую кисть. Теперь я расслаиваю салфеточку. Снимаю лишние два слоя. Девчонки, поставьте нолики, если вдруг есть у нас люди, которые прям вот первый раз видят, что это такое декупаж. Да, то есть, чтобы я просто рассказала. Если таких нет, то все все знают. Если нужно рассказать о том, что салфетка, почему ее расслаивать. Я, видите, не очень. Есть очень, ну, вот часто я вижу, что люди снимают первый слой, потом снимают второй слой. Я как-то вот почему-то снимаю сразу верхний, и все. Так, прикладываем. Вот, Наиля пишет нолик. Угу, Наиля. Смотрите, салфетки декупажные состоят, как правило, из двух или трех слоев. Нам нужен конкретно верхний слой, красочный, вот такой вот. Он очень тоненький, очень прозрачный, и на нем нанесен рисунок. Вот эти два слоя, вот они у меня вместе, вот они. Они такие вот, как бы, как промокашки. То есть, они не нужны нам. Мы их убираем. Здесь дальше есть много способов наклеивания салфетки. Я предпочитаю клеить просто сразу на сухую, на лак. То есть, я приложила вот этот фрагмент. Здесь все сошкуривается потом лишнее. То есть, вы выравниваете так, как вам надо. И я беру просто лак и приглаживаю им. Вот таким образом. Просто набираю лак. Лак акриловый. Можно любой. У меня сейчас матовый. Фирма Сайрлак АФ7220. Это хороший такой наш рабочий лак. В Серебряном Лебеде все всегда им работают. И я вот так вот просто начинаю разглаживать. И салфетка сама приклеивается. Нина нам пишет. Я впервые, но очень нравится. Здорово, Нина. Мы очень рады, что вы к нам присоединились. Семен написал. Ноль. Елена и Наиля. Ноль. То есть, четыре человека нам сказали, что не знают. Ну вот, видите, поэтому не зря мы рассказали. Так, вот смотрите. Приглаживаю салфетка. Она так немножечко играет в том плане, что она от водосодержащего материала, от лака, она раздувается немножечко, хочет наморщиниться. Но мы ее от центра вот так вот разглаживаем. И она у нас хорошенечко приклеится. Где-то какие-то будут у нас рельефчики в плане гармошечек. Да, мы их оставляем. Они у нас при дальнейшей обработке еще больше выделятся, и будет все хорошо. И мне нужно закрыть таким образом всю область. Поэтому я сейчас ищу какие-то элементы. Вот здесь вот белый цветок можно приделать. Или можно... Вот так вот. Вот так белый. Потому что... Ну, они все будут полутонов, поэтому как бы... Ну вот, нет, так будет перевес. Вот видите, здесь тогда будет здесь темный и здесь темный. А вот в этом крае будет перевес цветовой. Да, то есть будет падать она как бы на одну сторону. Поэтому мы возьмем вот так. А сверху мы возьмем вот эти два темных. Вот так. Поместим их сюда. Сейчас мы это сделаем. Вырывается мотив для того, чтобы у него не было четких границ. Напишите, пожалуйста, название лака. Елена, лак акриловый. Берите тот, который продается у вас в вашем городе. У нас просто специальный тут магазин сайр-лака. Его вы не купите. Поэтому лучше просто акриловый лак. У нас эквиваленты, да. То есть смотрите, акриловый лак, он бывает разной ценовой категории. Все работают с разными фирмами, с разными ценами. Но что можно сказать? Лак стоимостью где-то 1000 рублей за литр – это хороший лак, как правило. То есть это Киева-Тикуриловская, это Евротекс, это Дюлокс. То есть вот такая ценовая категория. Все, что меньше, это надо пробовать. Вот так скажем. Потому что девчонки работают с разными. Кто-то работает с ВГТ, допустим, за 300 рублей литр и получается. У кого-то не получается. Это вопрос, который нужно пробовать, решать, учиться. Вот так я накладываю. И я прямо оставляю ее. Пусть она заходит на цветы. Сейчас она также намокнет и она как бы сольется. То есть вот здесь небольшой кусочек вырву. Дюлокс пишет по поводу морщинок. Волнуется, что делать с морщинками, как же они будут. Морщинки на нашей работе, они будут. На нашей работе мы их оставим. То есть мы будем в дальнейшем обрабатывать еще золотом, и они проявят дополнительную фактуру. Если вам морщинки не нужны, то они ошкуриваются потом мелкой шкуркой. Ваша задача во время наклеивания салфетки ее загладить. Если есть морщиночка, пусть она будет прям тоненькой полосочкой, а не пузырем. Понимаете? Если будет пузырь, это проблема. Это тогда он может лопнуть, как бы может все это отойти. А вот такая тоненькая складочка, она потом просто заглаживается шкурочкой мелкозернистой. И все. Так вот от центра приклеили. Здесь вот я ничего не вырезаю, ничего. То есть здесь все просто у меня пока что торчит во все стороны. Наташенька мне вырвала еще и расслоила вот этот фрагмент. И мы его добавим вот так вот сюда. Давай вот этот или нет? А он попадет, просто чтобы они у нас сразу все закрыли. Так. И вот так. Есть это, это то, что я вам сейчас показываю, это способ наклеивания небольших салфеток. Большую салфетку так наклеивать не нужно. Для этого есть другие способы. Вот способ файла, например, для этого хорошо подойдет. Вот это вы можете в интернете поискать информацию. Лена, скажи, пожалуйста, вот этот способ декорирования, расскажи о нем. Потому что ты его показала. Что это такое? Как это сделано? Здесь у меня... Так, попробуй покрутить, чтобы вот нижнюю фактуру было видно. Наверное, не знаю, получится. Почему получается? Здесь у меня на нижнем слое, опять же, шпатлевкой сделана фактура, похожая на ткань или на какие-то обои, может быть, знаете, такие тоненькие полосочки. Это я делаю вот такой вот кисточкой щетинистой. У меня есть либо вот такая, но от этой очень тонкие полоски, потому что она, видите, какая пушистая. Или вот такая вот, от этой будут такие заметные полоски. Нанесли шпатлевку мастихином и провели вот так вот в одном направлении, потом можете нанести второй, свой в другом направлении. Получится такая ткань плетенка. Потом я это просто все окрасила. Синим цветом, да. И потом я использовала вот такую вот пасту и вот такой вот трафарет. Вот такой фоновый трафарет я взяла. Вот так. И нанесла через него вот такую пасту. Эта паста – один из тех материалов, которые когда-то покупаются, потом очень долго лежат. Сейчас она у меня уже просто, у нее подходит срок годности. Я решила с ней что-нибудь делать, да? Да, но на самом деле, как бы, это моделирующая паста Марабу. Она перламутровая. У меня есть такая золотая и вот такая. Вот она, видите, какая. Она очень красивая, но она немножко не в моем стиле. То есть она у меня простояла вот просто. И я ее нанесла. И потом я еще раз просто прошлась тряпочкой вот такой вот, салфеткой влажной, которую я окунула в синюю краску. То есть ты немножко подойдешь? Просто вот так вот втерла как бы. Растерла и все, и у меня получилась вот такая вот замечательная фактура. Фоновая, очень хорошая. Для каких-то коробов, там еще для чего-то очень подойдет. Так, вот здесь у меня, смотрите, остался маленький кусочек. Вот здесь. И мы сейчас просто вырвем вот что-то. Давай вот отсюда. А, давай отсюда. А, здесь вот, кстати, сейчас я покажу сразу, как убрать. То есть, смотрите, вот этот край, когда он у нас влажный, когда он у нас лаком промазан, кисточкой вот таким, мы просто тянем за него, и он отрывается. То есть размокшая салфетка очень легко рвется. Вот. И теперь я его прилажу вот сюда, на эту сторону. Вот раз. И как фоном. Вот так. И так же приглаживаем. Вот. У нас получился такой незатейливый, неброский, очень интересный фон. На самом деле, вот такой фон с рельефом можно использовать, мне кажется, очень хорошо в восточных работах. Да, если подобрать салфетку, это будет что-то китайское, и вот оно будет в золоте в этом утопать. Очень получится интересный фон. Очень просто делается. Ты знаешь, мы можем вот так просто влажно. Да, вот так вот влажненько. И просто оторвать то, что обычно. И потом, когда все это высохнет, мы это немножечко пошкурим. Вот видите, Наташа буквально чуть-чуть промакивает, и оно само все расползается. Все, вот так мы оставляем сушить. Сейчас, пока мы будем со второй заготовкой работать, она подсохнет. Может быть, потом феном немножечко найдемся. То есть, пока лежит. Так, все закрываем. Убираем. Так, Наташа, ты слетишь? Затем про какие заготовки я рассказала? Ну, я вроде просматриваю, что-то. Хорошо сейчас, потому что будет у нас еще момент, когда можно будет поговорить. Так, вот, все подсохло. И теперь, сейчас вы знаете, какая стадия вспомнить. Вспомни, что ты делала. Для этого нужна книга декупажная. Я сделала. Где у тебя будет все записано, по шагам? Почему у тебя до сих пор нет этой книги? Потому что я очень усиленно работаю над мастер-классами и вебинарами. Пока что, ну, нет книги. Но я сделаю. Здесь сейчас у нас идет этап вот этого бронзирования. То есть, мы сейчас будем наносить непосредственно бронзовый воск с вами. Я не буду ни лакировать работу, или полакировать. А, нет, знаете что? Нет, мы лакируем это. Лакируем. Сейчас я вспомнила, да. Мы лакируем тоненьким слоем лака, опять же, акрилового. Можно матовый, можно глянцевый. Это запоздалые ответы. Посмотрим. Да, наверное. Еще когда нам спрашивали. Просто лакируем быстренько вот так вот из этих рельефов, стараясь вытаскивать лак, чтобы не было наплывов. Скажи, пожалуйста, еще вот это вот, да? Да, вот это мне надо, это с деревом идет. Ага, ну ты мне тут расскажешь, пожалуйста, про дерево. Да, давай я буду лакировать. Давай, ну ты расскажешь про дерево, что это? Дерево, покрути его, пожалуйста, так, чтобы его было видно. Это именно текстура дерева делается, она точно так же шпатлевкой. Мы наносим шпатлевкой слой, не сильно большой, и потом проходимся все той же кистью щетинистой, вот этой. Вот. Проходимся вертикально, создаем полосы. Потом мы мастихином или каким-то, может быть, ну такие есть пластмассовые стеки для лепки, мы просто рисуем вот эти борозды, да? То есть мы делим вот эту всю фактуру на доски. И затем мы берем тоненькую щетинистую кисточку, вот такую, и аккуратно поверху, прям по влажной шпатлевке рисуем вот эти вот круги. И у нас получается фактура. Когда это все сохнет, мы прокрашиваем это коричневой краской, высыхает, лакируем и делаем проливку. Проливка – это когда вы разведенной черной краской жидкой, прям хорошенечко мажете это все, и когда чуть-чуть подсохнет, вытираете тряпочкой, и у вас получается вот такая замечательная фактура. Очень просто делается. Вот здесь я планирую сделать, у меня вот есть такая девушка, я ее сделала на накладку, вот в стиле пинап, который у вас там есть в макетах. Я собираюсь ее немножечко подгрязнить, чтобы она была у меня в стиле, так скажем, и собираюсь ее вот так вот наклеить сюда. Спрашивают, что за заготовки? Вот мы сейчас на Иле говорим, заготовка – это подставка под телефон, под планшет. Если вы смотрите, допустим, мастер-класс с телефона, пожалуйста, поставили его, и, пожалуйста, смотрим. Это подарки для тех людей, которым надоело облокачивать планшет на банку с вареником. Это я делала много лет. Да, это то, что мы делаем все время, понимаете, на что-нибудь, на какую-нибудь бутылку, банку, я не знаю, ведро с водой из-под красок, на кружку с чаем. То есть мы все время опираем телефон, на что-нибудь смотрим, читаем. Вот мы разработали такую, Лена придумала такую заготовочку, чтобы это было удобно. И оказалось, это очень действительно удобно. У всех девчонок в «Серебряном лебеде», у всех моих знакомых, у всех моих соседей, на самом деле, ну, когда человеку даришь эту заготовку, он прям кайфует, потому что, ну, то есть, как правило, человек говорит, что это, это объясняешь, и спустя два дня он тебе звонит и говорит, боже, какая это штука. Это такое удобное устройство. Это удобное устройство, действительно, вообще. Так, я покрыла лаком, и сейчас мы посушим феном холодным и то, и то, потому что у нас вот надо, надо, чтобы мы могли работать. Давай. Давай, сейчас мы сушим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, вопрос по заготовкам в личку. В личку эти заготовки делает мой муж. Так, беру воск, сейчас все расскажу. Это ты мне подарила. Это я тебе такой страшный подарила? Господи, что это такое? Он совсем не блестит, Лена. Вот так вот вы представляете? Я тебе дам сейчас другую, которая блестит. Хорошо. Вот так появляется новый воск. Так, воск это у меня, мне он очень нравится, вот на самом деле. Наташа зря на него наговаривает, потому что он очень старый. Почему я тебе его отдала? Он не достичный. Античная пасть. Античная пасть. Он очень-очень темный. Я люблю. Он с битумом просто. Да, он сразу же с битумом, и он такой прям вот калорийный. Потенирующий уже сразу. Я беру тканевую салфетку, намазываю, намазываю салфетку на конец вебинара, чувствуете, да? Намазываю ее на... О, вода. Простите. Ой, счастье. Намазываю его вот так вот на салфетку. На самом деле я обычно это делаю пальцами и всеми руками, но сегодня как бы постараюсь быть приличной. Вот, и я начинаю, на самом деле, вот им обычно проходится по ребрышкам, чуть-чуть выделяют, да, золочение такое делают. А мне же нужно вот как сделать. Поэтому я прям от всей души начинаю его прям растирать. А-а-а, вон оно в чем дело. То есть ты им как бы зафинишировала. Мы-то его экономили. Он у нас пять лет стоял экономный, банка целая. Вам-то его не подарили. А мне, видишь, подарила одна добрая женщина. Так, а можно бронзовой патиной вместо воска? Бронзовой патиной. А что такое бронзовая патина? Это краска, что ли? Нам нужно вещество, которое будет оставаться полупрозрачным. На самом деле, сейчас я покажу еще один эффект вот как раз-таки на вот этой подставке, да, и возможно вам этот вариант подойдет. То есть воск, ну воск это очень удобно просто, я не знаю, такой материал очень удобный в работе. Он проходится как бы по верхушкам, оставляет блеск, да. Вот здесь вот, допустим, взять вот этот металлический блеск. Вот смотрите, здесь у меня поталь на самом деле. Ну это я там экспериментировала, не суть важна, да. Здесь поталь, здесь воск. Блестит практически одинаково. Видите? Вот. И при этом он немножко полупрозрачный, поэтому я буду им делать. Попробуйте, если это что-то жидкое, как краска, то главное ее разнести до того, что она станет полупрозрачной. Вот. Вот Марина хочет узнать про заготовки, ей прислали твою страничку, а она говорит, если вам не сложно, пришлите на почту ВКонтакте. Ну, хорошо, хорошо, не знаю, на сколько это. Почему-то, что есть на почту ВКонтакте. Есть ВКонтакте, есть на почту. Да. Марин, ну, пожалуйста, напишите, куда зайдите. Просто на страничку у Лены напишите, там ссылочку дали. Так, и так, затираем, насколько сильно, Лена. А вот насколько хочется. То есть сейчас на самом деле мне не очень удобно смотреть, у нас очень яркий свет, но вот на отблеск, вы смотрите на отблеск и смотрите без отблеска, как бы, да, насколько проглядывает свет и, ну, достаточно-недостаточно. То есть растираете прям. Слушай, а у меня есть медный еще воск, ну, чуть-чуть медного добавить, как вкрапление. Можно добавить, конечно, здесь можно восками поиграть. То есть вам нужно создать вот такую металлическую фактуру, которая вот будет оттенена вот этими нижними нашими частями. Здорово. Сейчас я покажу, как это выглядит в сравнении, и вы поймете, что это тоже, наверное, не конечный вариант, хотя воск обычно используется в качестве финиша. Вот так. Так, ну, я думаю, что нам будет достаточно. Так, вот. Пока что оставим так. Чуть-чуть тоже должно быть посохнуть, он должен немножко зафиксироваться, и дальше мы с ним еще кое-какие манипуляции проделаем. Что, медный будем добавлять? Да, будем. Ну, давай, сейчас набираем медный воск, мы сразу же его добавим, чтобы нам... Давай, медный добавим. Сразу разнообразим. Еще вот у нас вот... Не, ну, давай. Медного нет. Ну, давай. Вот есть вот такие яркие. Давай вот такой какой-нибудь поярче добавим. Вот этот особенно. Вот этот, блескучий. Так, вот чуть-чуть. Вот смотри, как он. Он прямо горит. Вот так, знаешь, вот поддернуть вот эти макушечки. У нас будет прям металл-металл. А сейчас это вот-вот... Ну, я очень люблю, на самом деле, вот этот воск. Вот Яна нам пишет. Привет, Яночка! Мы видели ваши сообщения. Говорит, рада нас слышать. Мы тебя тоже рады слышать. Яночка, напиши в личку Лены, она тебе ответит. Вот положительный опыт у нее однозначно есть, у нас у нее есть фотошоп. А, Яна, да, Яна, да-да-да, буквально на днях. Да, да-да-да, Яна, да-да-да, пишите. Я помню. Давай еще две секундочки буквально. Здесь нам надо сейчас шкурить, и нужно, чтобы салфетка все-таки высохла. Высохла, да? Ну, давай, подсушим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, попробуем, попробуем. Надо хорошенечко высушить, но попробуем. Так, я хотела ответить Елене. Елен, да, надо красить прорезь, просто мы тут пока вот у нас все это все вместе, да, я не прокрасила. Но ее нужно покрасить на этапе цветовом, то есть нужно ее закрасить в черный или в какой-то цветной, и потом проработать воском также. Теперь здесь мы берем достаточно такую грубую шкурку, номер не скажу, наверное, сотка, да, где-то ближе к сотке, и наша задача сейчас пошкурить таким образом рельеф, чтобы содрать салфетку, чтобы нам достать шпатлевку. Для этого нужно достаточно грубую шкурку, но я попробую, у меня еще немножечко есть липкость. А есть еще грубее шкурку? Еще грубее? А где же твой хаммер? Знаешь, дело в том, что не до конца просохла салфетка и еще не до конца просохла шпатлевка. Ну давай тогда просто проговорим, что мы тут делаем. Мы сейчас финишный этап сделаем, то есть вот это все должно хорошо просохнуть, и когда вы начинаете шкурить, у вас шкурка идет только по верху, только по рельефу, и за счет этого у вас снимается салфетка с рельефа, и вы получаете вот чистый рельеф, да? Да, он будет бежевый, он будет того цвета, как мы мешали шпатлевку. Вот он проявится и будет вот так выглядывать. Сейчас я посмотрю, что у меня тут еще. Вот на это будет похоже. То есть снимется вот этот верхний слой. Только внизу будет салфетка с фоновым рисунком. Да, с золотом. И теперь что нам нужно сделать? Нам нужно добавить золото наверх. То есть вот вы видите это как блестит, да? А это выглядит вот как. Да, белое вот это вот. Да. Это делается очень просто. Так же, как мы делали воском, мы так же делаем краской. Поэтому я говорю, девчата, кто спрашивал про патину, если это что-то похожее на краску, то вы можете вот так же сделать, как я сейчас. Я опять беру салфетку. Сейчас выдавлю. Столько мне хватит краску. И я из салфетки делаю такой помпончик. Вот такой. Просто ее завернула без резких углов, чтобы он был такой кругленький. Набираю и начинаю, давай поближе, начинаю ее прям вот такими круговыми движениями втирать. И у меня остается и рисунок на салфетке. Потлевка, которую мы достали, да, такая бежевая, она сращивается как бы с салфеткой за счет этого золота. И получается вот этот вот класснючий совершенно эффект, он мне очень нравится, мне прям хочется сделать восточную работу китайскую. Вот в такой вот технике. Вот оно появилось горение. И сейчас не убирай. И сейчас я выворачиваю этот помпончик какой-нибудь чистой стороной. Вот так. Я беру битумный воск. Битумный воск я беру. Это выглядит вот так для новичков. Битумный воск, он используется для состаривания. Баночка. Это у нас Феррарио. Фирма Феррарио. Вот так она выглядит. Вот. Я его точно так же набираю, не дожидаясь, пока высохнет даже. Набираю его. Я, видишь, как с восками обращаюсь, а вы все пальчиком да по краешкам. Вот так я его набираю. И точно так же я начинаю его втирать. Глупый, по-моему. Ну, как бы, зря ты прям так. Он тоже растирается. Он не выделяет ничего сейчас, ни рельеф там, ни... Он тоже растирается. Растирается, он придает античный такой вот оттенок, очень интересный. То есть вот золото, краска в сочетании с битумным воском получается очень благородным и интересным. Вот цвет прям видно, какая... О, какая вот так, подержи. Вот видите, какая интересная фактура проглядывает. Хотя там цветы и все такое. А как бы, ну, это еще вот камера, да, свои нюансы. Но когда ты держишь вживую и поворачиваешь, это такой вот не горящий металл. Это вот как жемчужный воск, жемчужный такой блеск, только золотом. Как бы как золотой перламутр, я не знаю. То есть вот это очень интересный эффект. Вот здесь он выглядит точно так же. Вообще, о-о-о, потрясно. Смотри, как вот трафарет проделал. Вы видите, они идентичные у нас получились. Тут салфетка не до конца высохающая. Валентина говорит, пользуюсь хамером, по вашему совету. Лена, очень классная штука. Хорошо. Мы тоже Лене говорим спасибо, потому что она помогла нам с хамером. Настоящий жаккард. Вот точно, кстати. Иногда что-то делаешь, делаешь и даже не знаешь, что сымитировал. Так, все, с этой подставкой мы с вами закончили. Здесь то же самое. Мы все прокрашиваем, все вместе прорабатываем, все детали. И в итоге получаем вот такую вот, сейчас покажу. То есть вот так она будет выглядеть, когда будет стоять. Здорово. Очень будет. Видите, какая? Прям арт-объект такой. Да. Я почему взяла вот эти заготовки, еще маленькие, да, большие, когда мы их делали, мы говорили о том, что это похоже на панно. То есть там была вариация, да, что мы прикручиваем здесь вот петельку, и они висят у нас как два панно. Но в случае необходимости мы их снимаем. Вот это на самом деле, мне еще идею подсказала девочка, которая меня стрижет. Я ей подарила на Новый год. Я же говорю, я всем подарила. Вот. И когда я к ней пришла, она очень много ездит. Ну, у нас там горы недалеко, в Ставрополе. И она вот говорит, представляешь, я вожу везде с собой, потому что это удобно, и это аксессуар. То есть почему мы начали делать вот такие всякие абстрактные вариации, потому что это аксессуар, это как чехол для телефона. Ты поехал в поездку, бросил в сумку, как бы, и все. Так, просят показать воск фирмы Феррарио. Еще раз, вот Феррарио, Феррарио. Вот такая баночка вот с иконочкой. И у нас... Это Феррарио, а это Стамперия, да? Да, Стамперия. А Стамперия выглядит вот так. Вот здесь вот наверху, вот эти каляки-маляки, это Стамперия, я напишу. Каляки-маляки. Да, иконочка Феррарио, каляки-маляки, Стамперия. Ох, Лена, Лена. Сделайте заготовку деревянного чехла для телефона. Сейчас в разработке деревянный чехол для планшета. Для телефона, к сожалению, это очень маленькая, как бы, и телефонов очень много разных вариаций. Поэтому для планшета одной известной фирмы американской мы делаем сейчас чехол. Сейчас вообще волшебство. Смотрите, что происходит у нас на данном этапе. У нас очень все мрачное и очень темное. У нас очень большой контраст между бронзой и вот этой чернотой. И нам нужно все это вместе приглушить. Здесь моменты, я просто смотрю на время, время уже много, да, и я поэтому не показываю вам вот эти вот разноцветные штучки. Это просто нужно покрасить. Это можно покрасить на предыдущем этапе и можно покрасить сейчас. То есть это не важно. Просто кисточкой как бы заливаем сюда краску и все. Сейчас я беру вот такую вот кисточку, которую можно легко сметать, да, и которая будет потом для этого предназначена, потому что она вся будет грязная. И я беру детскую присыпку, самую дешевую. Я всегда прихожу в аптеку, говорю, дайте мне самую дешевую детскую присыпку. Это важно, чтобы она была дешевая, потому что в дешевых присыпках очень мало компонентов. То есть вот здесь у меня... А с души всяких, да, там... Да, здесь у меня смягчающих, вот от души это ладно. Здесь у меня тальк, крахмал, окистинка и экстракт ромашки, да. А если мы возьмем там Джонсонс Бэйби, то там еще различные масла для кожи. И, соответственно, это будет, ну, не то, что нам нужно. Нам нужен тальк и крахмал. Мы открываем ее и вот так вот посыпаем все. Все испортили, все, все испортили. Была такая красота, боже мой. Наташа, как сделать самой битумный воск? Есть возможность... Давайте вопрос, мы не делали этого. У нас, видите, мы покупаем. Если девчонки кто-то в чате знают, ответьте, Наталья, кто знает, как делать битумный воск? Я слышала, что такое возможно, но у нас просто не было необходимости. Я вот этой щеточкой теперь... Да, да. Это желательно делать вообще на кухне где-нибудь и, ну, над раковиной или над ванной, чтобы... Давай, пожалуйста. Нет, подожди, сейчас. Сейчас я все уберу. Вот я распределила, как бы, да, и знаете, что происходит? У нас на черную краску, на воск сверху, все, что еще немножко не досохло и липковатое, на все налепилась вот эта вот присыпка. И теперь, когда мы возьмем с вами сухую тканевую салфетку и вот так вот располируем, то мы получим уже совершенно другую поверхность. Вы видите, что она не такая контрастная. Она как припыленная. Она приятная в руках, то есть присыпка дает хорошую очень гладкость. И на самом деле, если вот я знаю, что у девчонок бывают вопросы, как липкость заготовки убрать, да, когда вот не очень хороший лак, например, бывает, что он липнет. Есть вариант, как бы, обработки воском либо присыпкой. Дай-ка еще раз посмотрим на нее. Ой, она, правда, в руках просто. Она очень приятная. Очень приятная и гладкая. Интересная она получилась. Смотри, как она, правда, как-то прибился этот цвет, и она стала прям такая, ой, такая космическая. Взрывы на Луне прямо. Кратеры, лунные кратеры. Здорово. Класс. Так, и теперь я предлагаю все-таки выделить вот этот воск, который Наташа дала нам яркий, блескучий. Мы им уже пальцем выделим самые верхушки. Окей. И у нас все это станет гораздо более металлическое и драгоценное. Живенько стало, живенько. Здесь, когда вы декорируете полностью подставку, то вы борта вот эти вот все проходите воском посильнее, да? То есть, чтобы у вас срослись одна и другая сторона заготовки. Если сильно много не наноси, а то будет перебито, скажем так, этим золотом. Я просто под таким углом держу, у меня не очень видно, на самом деле, что я там делаю. Вот так буду поглядывать. Вы знаете, давайте вот так сделаем. Давайте мы вот на эту вот круг наш нанесем побольше. Вот сюда, вовнутрь. А фон оставим. Да. Вот, смотрите. Потому что ты вот здесь все затонировала и потерялась как бы то, что мы так здоровы. И у нас вот этот верхний слой, наши верхние элементы, они отдельно. Здорово. Они прямо впереди. А фон, как и положено фону, более приглушенный. Светлана говорит, можно использовать крахмал вместо присыпки. Вот, пожалуйста. Да, можно крахмал, можно тальк. У кого что есть. Можно присыпку, она стоит 14 рублей в аптеке как бы. У меня ее тонны. На самом деле я практически все ей посыпаю. Ну, правда. Я представила тебя на тоннах присыпки, которые я посыпаю сверху. Все, 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 и вокруг все присыпка, Лена. Ну, ты вообще... Как тебе скажешь? Ну, покажи девчонкам пока еще эту... А я попытаюсь отмыть палец. Здорово получается. Ой, вообще просто потрясно. Ну, вот и все, собственно. Здесь у меня немножко другие цвета. На этой... Здесь у меня зеленый, да, там что-то поближе и черный. Да, чуть подругом. А, давай, две вот рядышком. Видно. Немножко по-другому получилось. Одно чувствовалось синим, черным погуляло. Да, да. То есть, ну, это можно... Здесь желательно внизу использовать цвета темные или средние. На светлых цветах. Ну, хотя воск, он должен лечь хорошо, но это будет не так впечатляюще. Только если какой-то элемент, например, да. Вот, здесь у меня посветлее цвета, здесь у меня потемнее цвета. Вот так получается. И мы сейчас можем с вами ее собрать приблизительно, да. То есть, она будет уже... Вот так. Вау. Знаешь, какая-то дверь в оракулы какие-нибудь. Ну, согласитесь, что в комнате у молодого человека, да, у мужчины, у подростка, она будет просто вот это... Это просто какой-то арт-объект. Ты подходишь и думаешь, что это такое вообще? Да я посмотрю. Какое-нибудь казино, кто-нибудь, я же говорю, гадалка, у которой на двери такая, знаешь, блямбовка. Что это? Сзади это выглядит вот так, с обратной стороны. То есть, здесь у меня не такой активный рельеф, ну, он такой как бы весь переливающийся. Что касается вот этой подставки, здесь все то же самое, только здесь серебряный воск идет. И вот с обратной стороны вот такая фактура. Вот и все. То есть, здесь серебряный воск и также тальк, и мы получаем вот такую вот припыленную поверхность. Здорово, красиво. Яна говорит, класс, теперь не уснуть, возбудили. Яна, молодец, а будут сниться сегодня абстракции. Так, мы рассказали про все, да? А, вот про эту. Ну, здесь вы все отгадали. Не, рассказали. Здесь у меня есть переливчик небольшой от фиолетового к синему. Это просто спонжиком я растушевала, а потом сверху уже сделала белые сухой кисть. Здесь тоже фон задан шпатлевкой. Филигрань также, как и салфетка, приклеена на шпатлевку. Вот, то есть, все максимально просто. Здесь все рассказали. Это у нас вот так будет выглядеть в итоге. Вот это прям, слушай, китайская ширма. Прямо не надо что-то сделать. Хочу, да? Так, поверх талька можно... А не надо. Тань, не надо наносить поверх талька лак. Вам надо все сделать уже, как будет, как бы, а потом уже нанести тальку. Шикарная работа, Елена Горисович. Шикарная, молодец, здорово. Так, а если воска нет, то чем можно заменить? Краской, как я показывала вот здесь. Краской сначала вы ее втираете до полупрозрачного состояния. Потом, когда она высыхает, вы ее также на пальчик и поверху проходите. То есть, по вот этим каким-то частям. И все будет... Будет немножко по-другому это выглядеть, но будет тоже очень хорошо. Здорово. Так, ну все, да? Посмотрели все, что мы сегодня сделали, все, чему мы сегодня научились. Значит, спрашивали про твою лисичку все время на протяжении всего мастер-класса. Да, да, да. Лисичка, которая вот у Лены на груди висит. Лена, расскажи, что это за листичка? Те, кто бывает на моих вебинарах, уже знают вот этого парня. Сейчас. Вот этого парня. Это зайка мой. Вот такой вот зайчик, с которым он мой талисман. Как бы я с ним все время хожу. Он все время тут где-то рядом со мной лежит на вебинарах. Вот. И все у меня спрашивали очень много, как нам такого сделать, сделай нам что-нибудь. Но я не очень хочу, как бы два зайца мне не надо. Я поэтому жила и сделала лисичку. И по этой лисичке мы сняли мастер-класс. У нас он сегодня представлен. Надо же показывать, что у меня подбородок грязный. А, вот я прям в воске. Офигеть. Ну ладно. Какая есть, ребят, какая есть. Вот так вот я примерно заканчиваю творчество, да. Вот, лисичка. Техникой сухого валяния она сделана. Это интересная очень техника. Я раньше в ней валяла игрушки. Сейчас мне просто некогда. Но вообще это очень классное занятие. И вот эта маленькая лисичка, она, ее достаточно, чтобы понять, захотите ли вы дальше этим заниматься. То есть вот это точно осилит все. Вообще это осилит ребенок даже. И, возможно, это откроет для вас новые какие-то границы. Лен, скажи, пожалуйста, то есть вот эта штука, как я понимаю, это мы берем и вот так катаем ее, вот эту штуку? Это не катается. Это продается шерсть. Она похожа на вату. Она вот такими как бы волокнами, да. И мы ее специальными иголками очень много раз тыкаем в нее, и она уваливается. То есть она становится вот такой вот плотненькой. На самом деле она очень-очень плотненькая. И этой шерстью можно создать любую, то есть, как сказать, любую форму, да, любую. Вот есть, различается мокрое валяние, есть сухое валяние. Вот это сухое, когда обрабатывается иголкой. Вот то, что ты говоришь, катаем в мыльной воде, это мокрое валяние. Вот, это очень интересно. То есть здесь немного материалов. Если вы никогда этим не занимались, да, там буквально нужно приобрести пару иголок плюс шерсть. И достаточно будет, чтобы попробовать и понять, как вам это понравится, не понравится. Вот. Ну и, конечно же, все полностью. Украшения я показываю. Веточка, как мы плетем. Вот, вот эта штука вообще классная. Смотри. Здесь мы заплетаем вот такой, так, на чем показать. Вот такой узелок специальный, которым можно регулировать размер. Вот. Знаете же, как? Да. По сюда. По сюда. Вот показываю, как его завязать. Правильно. Для детского украшения. Ну, я вот как бы, знаете, как говорят, что взрослый человек – это… Взрослый творческий человек – это ребенок, который выжил. Как бы я поэтому вот это обожаю носить. Я могу надеть это с вечерним платьем и вполне спокойно пойти в театр. Вот. Но для более скромных людей даже это отличная. Вот у нас Лелина дочка Кира. Она без ума от этой лисы просто требует ее себе, потому что, ну, вот для ребенка это очень классный такой, классный аксессуар для девочки-подростка, для студентки. То есть, ну, это такой сейчас очень модный, наивный, интересный стиль. Скажи, пожалуйста, тут даже показываешь, как крепить. Да. Я увидела снизу, да? Здесь крепление. Здесь мы лепим бусинки из полимерной глины, которые нам не достает по замыслу. Вот. Наклеиваем глазки. То есть, здесь соединение двух цветов шерсти. И идет распушенность. Вот видишь, зайка, он гладенький, а лисичка, она такая пушистая. Лисичка, говорят, очень похожа на кота. Да, я согласна. Дело в том, что простая примитивная форма, да, она позволяет сделать все, что хотите. Приделайте такие уши, будет слон. Приделайте, там, разукрасьте по-другому, уберите хвост, будет сова. Приделайте хвост потоньше, сделайте полоски, будет этот самый кот. Вот. Сделайте такие уши, будет заяц. То есть, это такая вариация, на самом деле, огромная. Можно сделать все, что хочешь из этого. Вот. Это такой вот у нас новый прикольный мастер-класс. У него сегодня хорошая очень цена. И, ну, это вот, опять же, в качестве подарка для, допустим, детей, для подростков на 8 марта. Почему нет? Можно сделать брошку, не обязательно делать колье. Вот. Это такое предложение у нас. И у нас сегодня еще есть шкатулки. Да, мои любимые. Наташа, мои любимые шкатулки. Обожди животных. Так, у нас есть шкатулки. Это тоже относительно новый мастер-класс. Он недолго у нас еще показывается. Вот такая обучающая программа для любителей объемов. Вот так вот мы ее поставим. Мы декорируем на мастер-классе вот эту шкатулку. И здесь фишка вся в том, что вы можете сделать этот фон на любую тему. Здесь идет создание, как бы она двуслойная, да, здесь идет создание вот такого фона. Очень часто он на салфетках присутствует, такой вот нейтральный, винтажный. Вы можете, вот мы сами прорисовываем цветы, имитируем какие-то надписи. Вот здесь вот видно, да, у меня какая-то древняя надпись, печати рисуем. Вот здесь, например, у меня карта, компас, вот такие моменты. Это все прорисовывается. Для этого не надо уметь рисовать. Мы берем частичные картинки с интернета, составляем свою композицию и все это прорисовываем. Все это тонируем. Вот такой более нежный вариант у меня есть. И вторым слоем мы наносим именно вот этот объемный элемент, да. Все секреты работы вот с этой массой, с... Ну, эта масса у нас не секрет, это гипсовой шпатлевкой мы работаем. И все вот эти моменты, как ее правильно положить, до какой стадии можно чем прорисовать, как разукрасить, бабочка выкладывается уже сверху. То есть это второй слой. Как их скрепить между собой, как их расписать. Это дает суперскую свободу в тематике. Скажи, пожалуйста, а вот этот фон, он у тебя вот разбит как-то на части, вот этот, что его можно по-другому как-то сделать, но вот этот нижний, да? То есть... Ну, что это вот? Калаш, так скажем. Калаш. То есть вот я взяла, допустим, да, вот у меня салфетку. Вот смотрите, здесь тоже есть какой-то фон, какие-то завитки. И вот он мне понравился, этот завиток, я его сделала сюда. Сюда мне понравился цветок, я его сделала сюда. Сюда мне нужна была карта, я ее сделала, да? То есть здесь хотите охотнику, нарисуете там елку, ружье, какие-то тоже там надписи поставите. Хотите, не знаю, что там можно хотеть, цветы можно сделать, можно сделать птичку, да? То есть вот такие картинки, вы их наверняка видели, они очень популярны, они дают законченную работу. Я захотела эти картинки оживить и сделать их действительно объемными. То есть вот они такие надутенькие у меня, они очень добротные, очень такие получаются, вот то, как я люблю, чтобы взять в руки удобно, можно было, чтобы было это большое, то есть, да, вот и что. О, внутри там все сделано красиво. Да, я не показываю, как я делаю внутри. Лена, скажи, пожалуйста, вот я смотрю, что вот это фон как бы один, а вот здесь как сверху вот эти элементы, это что, это трафареты? Да, здесь у меня, да, еще дополнение трафарет, чтобы фон у нас был фактурный не только внутрь, да, но у него появляется еще один этаж, он как бы наружу еще поднимается, поэтому вот такие трафаретные вставки вот здесь она вот. Скажи, пожалуйста, насколько сложно выложить эту бабочку? Очень сильно просто, да, очень сильно просто. На самом деле, такую вот, знаете как, ну, это же не животное, у которого там надо соблюдать анатомию или что-то еще, это достаточно простые формы, бабочки, птички, вот якорь, там, корабль, да, я показываю на основе бабочки, я показываю, как это сделать, так, что вы сможете сделать хоть якорь, хоть бабочку, хоть птичку, то есть вот мандарин там, я не знаю, то есть что-то объемное, что-то, что будет вот так вот. И, пожалуйста, мужская, да, Дима, это вообще? Да, вообще, супер, ага. Особенно вот эта карта, скажи, пожалуйста, это что, вот все прорисовано, какие-то вот такие, это ты полностью сама составляла, да? Да, вот здесь каляки-маляки мои, как будто бы древние надписи какие-то, вот здесь я взяла кусок карты, обрисовала, здесь даже просто фантазийные какие-то линии, я добавила, как рейки там, что-то на карте, знаете, тут вот маяк прорисован, печать, что тут еще, вот эту вот, как это называется, компас, наверное, да, я взяла с интернета и прорисовала. То есть вот это такое вот все фактурное, очень-очень приятное, на якоре тоже все прорисовано, ну, это все рассказывается, то есть как это все сделать, на примере вот этих бабочек, почему бабочек снимала? Потому что по цветовому решению они достаточно необычны, в том плане, что, ну, опять я всегда хочу дать чуть больше, да, и соединение вот этих цветов, вы видите, что цвета очень не бордо, зеленый, фисташковый, да, и вот такие яркие бабочки, то есть как это соединить? Здесь все понятно, здесь у нас голубая шкатулка, голубые бабочки, все адекватно, как бы здесь тоже, да, все просто, вот, а здесь вот уже более сложный момент, то есть здесь я говорю о цветах, о том, как вот окрашивается бабочка, как это все перетекает из одного в другое, то есть все-все вот это вот рассказывает. Эффект перспективы даже, бабочка как-то вот здесь ближе к нам, а фон где-то так далеке в туман. И при этом все вот, все объемное, даже хочется погладить. Что здесь еще? Здесь еще есть, ну, собственно, вот сегодня мы это обсуждали, да, когда шкуркой вытаскивается трафарет наружу. Так можно сделать трафарет любого цвета очень аккуратно, когда вы вот тонируете шпатлевку, а потом ее достаете, как бы об этом тоже все говорится, погладно. Вот так она выглядит. Вот такая. Это очень прям такое, это очень универсальное знание, такой, знаете, инструмент, который можно легко использовать в любое время. То есть заказали там шкатулку, не знаю, день рождения там у дяди, который любит рыбалку, быстро там все собрали, сделали, и все как бы получили шикарную работу. Вот Ирма нам пишет, Дорофеева, она говорит, МК «Цветы, которые сорвал ветер» сделала уже две работы, очень классные. Ирма, две фотографии. Ирма, почему вы скрываете свои работы? Ну что вы, выставляйте, закрытый клуб у нас для чего, Ирма? У нас закрытый клуб, у нас личные сообщения, я всегда очень люблю поболтать в личке, то есть пишите мне обязательно, мне очень интересно работы, которые присылают. По закрытому клубу у нас действительно, да, предложение, при покупке любого мастер-класса мы добавляем закрытый клуб на месяц, конструктивно расти, работать, получать консультации от наших мастеров Серебряного Лебедя, развиваться и становиться там супермастером. Вот, сегодня у нас еще фотошоп же мыли. Да, у нас подарок, да, Лин? Он ко всем идет, по-моему, да? Да, по-моему, ко всем, по-моему, ко всем поставили. У нас вторая часть фотошопа сегодня представлена. Там идут какие знания? Там два момента. Первый – это как сделать картинку круглой или овальной по любому размеру вашему. И второй момент – это мы изучаем новый инструмент, который называется уровни. Ой, мне уже показывают. Инструмент называется уровни. Он служит для регулировки яркости и контрастности изображения. То есть там вы можете и частично что-то высветлить, например, там темный кусок какой-то, да, и полностью осветлить, затемнить, сделать поярче, сделать поконтрастнее. То есть, зная работу с этим инструментом, вы решаете все проблемы по яркости, контрастности изображения. Ну и плюс вот это, как сделать круглым овальным, очень нужное знание, очень много мне девчонки спрашивают. Можно ли купить в Москве вот твои заготовки? Можно написать мне в личку, мы отправляем почтой России, это занимает до Москвы 4 дня, поэтому как бы это проще, чем сходить в магазин в Москве. У нас очень много заказчиков с Москвы, именно. И сегодня вот моя прелесть. Еще покажу, еще раз покажу. Первый мастер-класс из серии «Этника», серия мастер-классов, которая будет посвящена разным народам. Сегодня сундук «Монголия. Страна древних кочевников». Вот так он выглядит, очень насыщенный техниками, очень, так, по-богатому все, очень классный и как момент для учебы, для изучения техник, и как, если вы захотите сделать конкретно такую вещь себе в дом, то вы можете ее сделать сами. Есть люди, которые любят покупать вещи, есть люди, которые любят делать вещи. Вот если хотите, прям точно такой же все получится. Если хотите узнать, как делать камень, как его создать и как его окрасить под яшму, либо под другой можно здесь сделать камень, в других цветах, с другим названием, много всяких разных. Как сделать кожаные накладки, как создать фактуру кожи очень грубой, очень красивой. Как сделать серебро, как сделать войлок, имитацию войлока расписного. Он прям шершавенький на ощупь, он у нас ассоциируется с монгольскими юртами. Как сделать накладки из серебра. Из кожи. Да, из кожи, из серебра. И как создать, вот здесь будет виднее, как заморить сосну, создав фактуру красного дерева. Обалденный сундук. У меня сразу, что войлок, что ты приклеила какой-то кусок войлока. Но Лена его имитировала. То есть она показывает, как сделать вот этот вот эффект ткани. Это энциклопедия имитаций. Вот, точно. Сморник всех-всех имитаций. Причем, посмотри, кожа как накладки, так и обрамление, вот совсем другая кожа. То есть это очень, как бы... Здесь у нас такие накладки, здесь у нас серебро на поверхности, здесь у нас серебро накладкой. Энциклопедия на самом деле, то есть все, что используется очень часто в декупаже, серебро, естественно, покрасьте по-другому будет золото. Кожа, камни, то есть в марине, все, что всегда используется. Вот, поэтому... Но цель этого всего не просто показать вам кучу имитаций, которых я умею делать, а цель научить вас соединять работу, научить вас работать, исходя из вашего... из вашей задумки, когда вы решили сделать что-то, вы подбираете под это техники. И что еще хотела я сказать? Какая еще цель, Наташа? Создавать гармонию. Мне кажется, что здесь, благодаря вот этому количеству техник, оно не выглядит, что выпирает какая-то одна. Это настолько гармоничная работа, что здесь все согласовано. Здесь нет другой сундук. Да. Очень красивый. Молодец, Лена. Мне очень нравится этот сундук. Прямо как, знаешь, такое чумаса какой-то значимости, такая важность. Такое вот действительно, как где-то в каком-то монгольском дворце. Я его только доделала, на самом деле сразу привезла, никому не успела показать, у меня только родные видели, как бы, но... И когда делаешь работу, к ней же привыкаешь, а когда сейчас я привезла, девчонки достали, они такие, что это? О, Боже, что это? То есть это, ну, действительно, вещь, которую в вашем доме все ваши гости будут просто щупать со всех сторон, трогать, изучать и не понимать. То есть никто не поверит, что это сделали просто вы, что это сделано из строительных материалов, материалов там, из клея, из гипса, да, из шпатлевок каких-то, красками, акрилами, морилками по 40 рублей, то есть полиэтиленом, никто в этом жизни не поверит. Вот, это прямо драгоценность. Сейчас, пока я первый раз рассказывала про него, девчонки писали, что ювелирная работа, то есть это все по силам, по силам как бы вам. Я рассказываю, не знаю, сколько, я не считала в этот раз, обычно я считаю, говорю, там, этот мастер-класс 4 часа, этот 5 часов там, вот, а я здесь даже не знаю. Часами, часами. Я даже увидела, что там много папок с видео, думаю, боже мой, а что оно так много всего? Да, потому что я не могу молчать, я не могу пропускать, бывают моменты, когда мы говорим о том, что вот здесь я покрасила, да, я буду рассказывать, как я красила, чем я красила, сколько раз я красила, вот, то есть поэтому все там наиподробнейший, даже новичок совершенно спокойно с этим справится, вот, поэтому, но, естественно, да, я думаю, понимаете, эта работа не быстрая, это не та работа, которую можно сделать за 2 дня, это работа такой вот, для тех, кто любит основательно подходить к делу, то есть взял и делаешь, и делаешь, и делаешь, но когда она появляется целиком, она производит вообще бомбическое впечатление, вот, поэтому вот такой вот, сегодня, сегодня тоже на него там сказочная какая-то цена, мы выбивали у организаторов, чтобы было не больше, да, да, ее поставили только на сутки, вот, нажимайте на баннер, заполняйте там нужные поля, дальше по оплате это все организаторы решают, я вас сегодня благодарю, я все время, видите, подглядываю туда, там девочку красивую рыжую показывают на мониторе, я вас благодарю, Наташа вот вам шлет вот такие поцелули, спасибо вам огромное, у нас, мы вас любим, обнимаем, и передаем огромнейший творческий привет, да, большого вам творческого счастья, мы передаем слово Евгению, и ждем новых встреч, Евгений! Спасибо большое, дорогие! Слышим вас, Евгений! Вы меня слышите? Я тоже смотрел с большим удовольствием. Дорогие наши зрительницы, кто еще не успел поблагодарить Елену и Наталью, поблагодарите, пожалуйста, сейчас в чате, напишите ваши слова благодарности, потому что действительно сегодня был очень интересный, очень познавательный мастер-класс, я думаю, что все сегодня, у нас было 603 человека в эфире, я думаю, что все без исключения получили огромнейшее удовольствие сегодняшнему мастер-классу, многие писали, что это целый заряд творческих идей и вдохновения на целый месяц. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что и то, что вы перейдете по ссылочке и сделаете заказы мастер-классов от Елены Якимовой, вас вообще зарядит на долгие годы. Я сейчас перейду на демонстрацию экрана и расскажу о том, как сделать заказ мастер-классов от Елены Якимовой и какие они втают в себе возможности. Так как вы видели, они втают в себе очень много мастерства, раскрытия секретов и, конечно же, это шедевры. Шедевры в большом смысле этого слова. Итак, жмите на баннер продукты мастер-класса «Универсальный подарок 2». Готовимся к 23 февраля и 8 марта одна заготовка тысяча идей для оформления. Помните, что на нашем онлайн-мироприятии Декупаж в преддверии весны мы готовим для вас самые выгодные, самые наилучшие предложения. Итак, как вы видели на ваших глазах, видео-мастер-класс «Сундук Монголия. Страна древних кочевников». Это новинка, на самом деле, я еще раз покажу на ваших экранах, как он выглядит. Более детально, видите, какие орнаменты. Вы научитесь благодаря данному мастер-классу очень-очень многому. Мало того, что вы изготовите шедевр, так вы еще изучите постоянно сложные многоуровневые работы, то есть как строится вся эта композиция, как соблюсти гармонию, как отразить аутентичность изделия. Вы научитесь имитации войлока, имитации красного дерева и кожаной накладки. Представьте, все в одном мастер-классе. Научитесь имитировать серебряную чеканку, нанесение рельефа и техника окрашивания, патинирования, все здесь есть. И создание с нуля камня, имитирующего красную яшбу. Будет отливать формы, окрашивать, полировать и составить, состаривать всю работу в общем. Как вы видите, что ссылка, скидка на данный мастер-класс исчезнет через 21 час, поэтому спешите, сделайте ваш заказ, тем более вы экономите сегодня 280 рублей и скидка исчезнет через 21 час, поэтому поспешите сделать заказ всего за 1590 рублей и научитесь сделать такой потрясающий шедевр «Сундук Монголия. Страна древних кочевников». Далее, о чем я хотел сказать, дорогие друзья, еще одна новинка, это авторский видео-мастер-класс «Лисичка на качелях». Создаем необычное колье своими руками. Посмотрите, что я тоже увеличу, покажу на ваш экран, как вы видели вот здесь, и вы можете изготовить не только лисичку, но и зайчика и любых других животных. Это настолько интересный стиль, настолько интересное украшение, настолько это понравится многим детям, даже молодежи, это сейчас вошло уже в моду и прочно устоялось как модное изделие, модные игрушки. В течение мастер-класса вы познакомитесь с техникой сухого валяния и возможно это подтолкнет вас к дальнейшему изучению этого направления. Вы научитесь валять простые на очень милые игрушки, узнаете, с какими материалами лучше всего сочетать валяние, научитесь завязывать регулируемый узел, который избавит от необходимости крепить замочек, сможете создать дополнительный декор с помощью полимерной глины и создадите классное, ярко, интересное украшение. Обратите внимание, что посмотрите в интернете какие цены на данное украшение и поймете, что возможно кто-то из вас наверняка захочет заниматься таким интересным видом искусства. Авторский видео-мастер-класс «Лисичка на качелях» создаем необычное колье своими руками. Обратите внимание, что сегодня вы экономите 510 рублей, цена для вас вместо 1100 рублей составляет всего 590 рублей, плюс вы получаете 30 баллов за покупку. О чем я хотел также вам рассказать, это видео-мастер-класс создание сложного объемного фона и рельефного элемента, шкатулка цветы, которые сорвал ветер. Я тоже покажу поближе. Действительно, как заметила Наташа, такое ощущение, что бабочки на шкатулке, они как будто порхают над самую шкатулкой. Создается 3D-эффект и при этом есть эффект состаривания. Очень красивая мастерская работа, благодаря которой вы сможете развить ваше мастерство. И, как вы видите, здесь условная карта якорь, очень хорошая имитация. Потрясающие работы. Обратите внимание, что вы научитесь благодаря данному мастер-классу создавать интересный рельефный фон, мыслить, как говорится, по рельефному на любую тематику. И вы сможете использовать элементы разрозненной и различные темы прямо из интернета, те картинки, которые вам нравятся. Вы поймете и получите для себя инструменты для проработки фона, а также интересный способ окрашивания с полупрозрачным акварельным эффектом. Создадите объемные элементы поверх фона и поймете принцип объединения двух слоев в одно единое целое, в одну цельную картину. И для вас будет понятен легкий и простой способ создания объемного рельефа на борта шкатулки, где будет использоваться колерованая шпатлевка. Сегодня вы экономите 320 рублей, вместо 1200 рублей можете сделать заказ всего за 880 рублей и 44 балла за покупку, в вашу копилочку при этом попадут. И есть потрясающая возможность, это возможность заказать комплект мастер-классов 3 в 1, в который попадает и видео-мастер-класс создание сложных новинок. Видео-мастер-класс Сундук Монголия Страна древних кочевников, потрясающий мастер-класс и авторский видео-мастер-класс Лисичка на качелях создаем необычное колье своими руками. Покупая комплект вы экономите 1080 рублей вместо 3840 рублей, которые пришлось покупать по отдельности, вы экономите 1080 рублей и можете сделать заказ всех трех мастер-классов всего за 2760 рублей, экономия для вас, получайте целых 138 баллов за покупку, да еще и в подарок, как уже обратили в начале мастер-класса, видео-мастер-класс Декупаж и фотошоп часть 2. Дорогие друзья, данный видео-мастер-класс не поступает отдельно в продажу, поэтому воспользуйтесь возможностью не только получить три мастер-класса в одном, но и получить данный видео-мастер-класс в подарок и научитесь делать изображения круглыми овальными размера, который вам необходим, получите знание об инструменте, который поможет вам сделать изображение ярче, темнее, поменять яркость, контрастность определенных участков картинки и решить проблему с неподходящей яркостью, все это будет, все четко, без воды, все показано на практике. Так что делайте ваш заказ и делайте ваш выбор прямо сейчас. Помните, что еще раз напомню, что скидка на видео-мастер-класс Сундучок Монголия страна древних качельников исчезнет уже через 21 час. Итак, чтобы сделать заказ, достаточно нажать на кнопочку «Заказать», затем в форме оформления заказа вносите ваше имя, затем ваше имейл и ваш номер телефона, напомню, нужно для того, чтобы можно было с вами связаться, если вдруг возникнет вопрос по заказу либо по оплате. Возможно, вам нужна будет какая-то рассрочка платежа, либо отсрочка, либо еще какие-то вопросы наши менеджеры обязательно с вами решат. Итак, как указать номер телефона? Достаточно указать плюс, код страны, код вашего мобильного оператора и ваш номер непосредственно. И нажать на кнопочку «Поддвердить заказ» и перейти на страницу оплаты. И когда вы попадаете на страницу оплаты, напомню, что вы видите не только токовую сумму, но и количество баллов, которые накопили при заказе. Вы можете воспользоваться при оплате в виде инструкциями по оплате банковской карты сервиса PayPal, если у вас возникли сложности при оплате. И выберите способ оплаты, который для вас удобен. Сервис PayPal, единый кошелек, пластиковая карта, зипербанк онлайн, евросеть, Яндекс.Деньги и банковский перевод. Для того, чтобы выбрать способ оплаты, выберите тот, который вам удобен. Зачастую наши зрители пользуются таким способом, как пластиковая карта банков Visa и MasterCard. Также это может быть сервис PayPal. Напомню, для держателей карт Сбербанк онлайн достаточно кликнуть по данной ссылочке и войти в систему Сбербанк онлайн. Затем вам нужно будет после входа в данную систему как бы вы залогинитесь. Необходимо будет также пойти в ваш личный кабинет и в ней найти платежи и переводы. Так, сейчас посмотрел я в наш чат. Обратите внимание, что много благодарности. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сегодня с нами. Помните, что при заказе, при заказе любого мастер-класса вы можете добавить к вашему мастер-классу также видео-мастер-класс «Карлинг по шпатлевке тарелка стекло превращается в олигархную керамику». Вы подробно разбираете технику карлинга, узнаете, как подготовить стекло от создания керамической основы, научитесь превращать стекло в керамику и узнаете, как закрепить петельку на задней стороне тарелки для удобства ее подвеса на стенку. Все в этом мастер-классе разбирается. Добавляйте его смело в корзину. Еще раз напомню способ заполнения вашего заказа. Выводите имя, также выводите ваш имейл, в который придет ссылочка и выводите ваш номер телефона. Через плюс код страны ваш номер телефона. Жмем на кнопочку подтвердить заказ, пока система переходит и я возвращаюсь к системе Разбербанк Онлайн. После того, как вы залогинились, вы заходите, как я сказал, в раздел платежи и переводы. Затем с помощью строки поиска находите единый кошелек, он расположен ниже. В поле номер кошелька вводите номер счета. Вот здесь он здесь как раз и указан. Достаточно просто скопировать и вставить. И вводите сумму для того, чтобы ваш платеж был совершен. И нажмите на кнопочку продолжить. И статус платежа вы можете проверить на соответствующие вкладочки. Все, я возвращаюсь в эфир, смотрю чат. Спасибо вам, дорогие наши зрители, за то, что вы провели этот вечер с нами. Напомню о том, что завтра вас ждут новые мастер-классы. Напомню, завтра Леля Раевская также основательница, организатор студии Серебряный Лебедь будет импровизировать, что называется, в прямом эфире. Импровизация от Лели Раевской это замечательная и незабываемая встреча. Так что ждем вас завтра в 19.00 по московскому времени. Помните, что каждый день, каждый будний день вас ждут мастера, которые готовят для вас новые мастер-классы и массу положительных эмоций. Спасибо за то, что были сегодня с нами и напомню, что вверху расположен баннер, где вы можете заказать мастер-классы Еленой Якимовой и получить массу удовольствий и увеличить ваше мастерство, что называется, на ваших глазах и поражаться, какие вещи, какие шедевры вы умеете делать. Также напомню для тех, дорогие наши зрители, кто смотрит записи, что если вдруг вы пропускаете какой-то либо из мастер-классов, доступ к видеозаписи будет до 18.00 по московскому времени следующего дня после выступления, то есть сегодняшний мастер-класс можно будет посмотреть до 18.00 по московскому времени 7 февраля. Если вы вдруг не успеваете, вы можете перейти на наш сайте либо по баннеру в начале эфира, заказать все записи конференции и декупаж в преддверии весны и, конечно же, получить все эти записи и добавок еще и ссылочку на доступ к платному мастер-классу Фердауза Барталовой, где вы сможете, конечно же, получить много-много полезных вещей для вас. Если же вы захотите отдельно посетить мастер-класс, то его стоимость составит 500 рублей. Я напомню, для тех, кто еще этого не знает. Так что спасибо, дорогие наши зрительницы. Ждем вас на продолжение наших мастер-классов. Вам желаю доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok